как часто ты унюхивал в кого-то в пурге я и не снежный парс это выглядит как какой-то чувак который просто крышует эльфа который трахал богиню господи господи 3 серия который телепортировался в первой серии и пропал на 7 серий ты такой он же его не убило где он там весь бюджет ушел на задницу dragon knight а мы до туда дойдем там я просто буду вряд ли он он рассчитывал что ему покажут порно по его цветочному телеку ожидаешь какой-то такой эпичной зарубы а в итоге все пшик если дотянуть сериал до второстепенного персонажа это будет хорошо всем привет ребят с вами снова animation school снова наш подкаст и на этот раз мы разбираем невероятное событие а именно аниме по игре да не просто игре а по доте тут у нас два игрока один не любитель подобного жанра и все любители аниме поэтому будет жарко будет страшно будет больно рад вас приветствовать меня зовут дима шрамко я креативный директор animation school на сегодня артем курохтин всем привет и я не играл в доту и сергей бравков здравствуйте так ребята давайте сначала с предыстории начнем не будем сразу в пекло долго долго существовала дота и вообще долго существует все эти многопользовательские большие игры и ни одного сериала по ним не было что странно ну лично для меня странно потому что огромная целевуха и ребята из ло давно обещают сериал все не делают делают рекламу анимационную в элф ничего не обещала но видно netflix сам к ним пришел и сделал сериал качество netflix об этом дальше а по остальному ничего нету и это странно как думаете почему потому что есть возможность и очень велика вероятность что это вызовет очень серьезный отклик у общества причем негативный поскольку раз они игры существуют давно лора у них единство единого как такового нету он разрозненный если вдруг полюбившимся персонажем которые уже есть которые уже есть фанатская база скажешь что они такие-то сякие людям это может просто не понравится окей твой вариант имеет право жить я с тобой полностью согласен хотя думаю что это не главное серёг ты чё скажешь ну ладно наверное то что комьюнити доты достаточно старая и по-моему давным-давно на заре веков произошло разделение что дота она как бы так для нормальных людей а для анимешников лол и и же с ним вот но мне кажется ты сейчас говоришь про снгшную аудиторию потому что во всем мире лол знают намного больше чем дота то есть лол там король всего а мы говорим про индустрию целом так и анимешников достаточно много и собственно как раз таки разделилось что даже зарубежная дота аудитория она негативно относилась к аниме и всему такому милому и кавайному а ну да как то в доте же появлялись эти представления перед матчем так сейчас все кто не играл в доту извините но в доте перед началом матча были представления в стиле такого анимешного файтинга помнишь и они же потом его вырезали потому что всем не нравилось ну да ты прав вот теперь мое мнение большинство фильмов по видеоиграм или там мультиков по видеоиграм не делают потому что вся киноиндустрия и в том числе и мультипликационная тупо не знает что такое игры или тупо не верит что такое игры я смотрел много интервью разработчиков именно так не разработчиков режиссеров и продюсеров которые запускали там ассасина хитмана и так далее и там везде у них прослеживается что они ну не очень понимают что это такое и очень понимают зачем это надо есть люди которые понимают как те кто делали ведьмака уже от netflix хотя не вся команда понимала вспомните костюм или еще много чего там вот но для большинства людей из этой индустрии из киноиндустрии игры это какой-то закрытый лес и непонятно сколько там аудитории для них и даже те цифры видно которые им приводят видно я правда не знаю пока могу судить только по интервью их не убеждают совсем в том что можно на этом заработать помните с каким скрипом делали варкрафт или ассасина когда вот или принца перси когда запускали какой там был маленький бюджет из как они не хотели это делать ну вот мне кажется все утыкается в это и netflix сейчас тоже уткнулся в это поэтому в доте от плохо с бюджетом ну это видно по анимации сейчас обсудим ну варкрафт моя личная боль и собственно между вот этим новым сериалом по доте и старым добрым варкрафтом я нахожу очень много общего что мы также обсудим далее ну а то что по уже существующим франшизам не умеют делать хорошее произведение это конечно факт я здесь с вами не соглашусь в той части что японцы уже давно хорошо научились адаптировать игры в аниме и обратно и есть тому несколько очень живых примеров ты сейчас говоришь про японский рынок ну он условно закрыт мы говорим о том что у нас netflix сделал аниме по доте если говорить про фильмы это один момент но другой момент это то что чуваки находясь одну живя в японском рынке которые в принципе должны в теории понимать как это делать здесь налажали ну давай так первое сейчас набегут анимешники ярые и скажут что а это не аниме потому что сделано не в японии б это не аниме потому что рисовка не сильно анимешная и в шли бы мы туда куда идем дальше и об этом дальше по тексту я бы не стал притягивать сюда японский опыт с их адаптации игр который кстати он тоже не настолько популярный ну то есть те тайтлы которые адаптируют адаптируют японцы они не уходят дальше азии ну сильно не уходят дальше азии об этом тоже нельзя особо сказать и зачем я вообще весь этот спич начал меня просто удручает парадоксальная ситуация с одной стороны есть студии которые со скрипом уговаривают сделать фильм или мультик по игре они со скрипом выделяют на это немного денег не самых лучших сценаристов не самых лучших режиссеров получают то что получают но обычно не самый лучший продукт и такие ну вот видите получилась хрень никто не смотрит значит никому не надо и вот вот это меня больше всего удручает в сложився ситуации том что отменили фильм по варкрафту ну и так далее так далее так далее потому что это какой-то замкнутый темный круг где все друг друга по очереди и выхода из него не видно кстати а давайте поспоминаем удачные фильмы хотя бы вообще фильмы и если среди них хоть один удачный я так сходу вспоминаю ассасин крит провалился варкрафт около нуля то есть как бы все равно что провалился с провалом да лайф адаптация анга провалилась но подожди это это не игра ну ладно хорошо этот пески времени инсперсии принц персии они тоже не окупились хитман провалился блин я помню статью на дтф и где рассказывали про парочку фильмов которые были нормальные недавно что-то выходило тоже хорошая и монстр хантер который провалился он он вышел а соник единственное пожалуй что я могу вспомнить это соник да да кстати соник да и не смогли заруинить фильм фильм про покемона который мне не понравился и мне не понравился но который вроде бы как окупился но с учетом того можно так сказать что то что из себя представляет большую франшизу в виде не только игр но и каких-то сопутствующих продуктов или сериалов там а кино адаптации манго адаптации они еще более менее живые все что имеется все что идет чисто ганом с игры за редким исключением летит в тартару кстати да хорошее замечание что покемоны при том что это многомиллиардная франшиза все равно не показал таких уж кассовых огромных результатов ну давай помнить что они делали с покемоном они делали лайф-экшен в покемонах вспомни как выглядел мистер майн когда ты смотришь и тебе не хочется чтобы это снилось тебе нет а лизун это же уже лично у меня они вызывали страх лютый некоторые миленькие правда некоторые очень плохо сделаны а некоторые лютый страх пикачу которого озвучивал дэдпул ну ты чё нет это было хорошо сам сам пикачу выглядел не очень а было хорошо окей я думаю здесь еще ключевая проблема в том что когда запускают в производство подобный продукт то не совсем понятно на какую аудиторию этот продукт рассчитан на лютых фанатов понравится он или нет либо на неподготовленную аудиторию что соответственно тоже здесь нету понимания ни того но вот в том-то и сложность и из-за этого получается что распыляются и нет какой-то конкретной цели соответственно для кого это сделано непонятно большинстве случаев задается именно вопрос вот с самого начала задается а кому для кого это сделали мне кажется пришли как раз к нашему ну к первой большой теме для обсуждения для кого делаются адаптации именно вот фильмы аниме по уже существующим игровым франшизам что я скажу по доте вот как раз ну а потом пойдем дальше по доте вот по ней видно что они пытаются сделать вот этот сезон первый 8 серий небольшой сезон вы же поняли что не сделали 8 серий за счет того что у них серия без большого оппинга и без эндинга и поэтому на длится 25 минут и на самом деле это 12 серий просто которые 8 запихнули там по хрону считывается это ну то есть вот это обычный стандартный первые 12 серийный сезон который экспозиционный якобы и нам заявили большой конфликт только-только и все это выглядит так будто бы они такие у нас есть чуть-чуть маленькая щепотка там совсем чуть-чуть на самом деле для фанатов вот вам похожие предметы вот вам три знакомых лица вот чуваки похожи на крипов хватит а все остальное для большой аудитории то есть они большую аудиторию вводили я смотрел не один и человек который совсем не знаком с дотой совсем сказал что ну вроде бы въехал вроде бы не страшно и понятно для меня как знакомого с дотой было наоборот непонятно такой так почему все так но об этом дальше что вы скажете про целевую аудиторию я так и не понял я два раза посмотрел этот сериал это было больно но спустя два просмотра я так и не въехал какого хрена здесь происходит то есть здесь получается нам вкидывают большое количество причем очень рвано вкидывают большое количество какой-то информации лорной которая с друг другом не связано теперь это все перемежевывается с каким-то экшеном трёп экшен пару серий можно вообще нахрен выкинуть потому что как они несут на себе никакой смысловой нагрузки и это все настолько сумбурно странно и непонятно без нормальной внятной экспозиции вот давай так давай так и сейчас про весь сериал давай про целевую а вот все что ты говоришь я чувствую твою боль душевную очень но мы к ней подойдем когда в общем я так и не понял для кого это сделано если на широкую аудиторию слишком много вопросов слишком много непонятного и причем сделано так что это не байтит смотреть дальше то есть непонятно хорошо я не хочу смотреть дальше я тебя понял отлично по вопросам сейчас пойдем по сериям как раз все эти вопросы разберем у меня есть представитель широкой аудитории который все понял ну и лично я тоже почти все понял посмотрим сейчас что да как где пошли разночтение если разночтение в принципе пошли, значит, работа сценарная уже плохо сделана. То есть это уже значит плохо. Потому что появляется место для трактовки. Это как раз не должно быть его. Оно должно быть над сюжетом. То есть по правилам хорошей сценаристики, сейчас это я больше для зрителей, а не для вас, ребят. По правилам хорошей сценаристики у вас должен быть сюжет, который понятен, прост. Лор, который понятен, который можно считать. А над ним что-то для полета вашей фантазии. Над. Когда это встроено внутрь сюжета, и вам нужно сюжет додумывать к зрителю, то это либо старая школа, так снимали старые фильмы. Ну, либо это плохая работа, дешевая. Вот сейчас и поймем, что это. Вряд ли это старая школа. Сергей, что ты скажешь про целевую аудиторию? Потому что отошли от темы. Ну, в принципе, я почти полностью согласен с Артемом. Потому что взять тот же самый здоровый старый Warcraft, который тоже не выстрелил, и по похожей причине. То есть ребята попытались впихнуть очень много вещей, знакомых исключительно фанатам, причем застряли на них внимание. Обычному пользователю было непонятно, что происходит. И, пользуясь старым мемом, было очень интересно, но ничего не понятно. В доте я почувствовал примерно то же самое, но даже интересно не было, потому что второй раз пришлось пересматривать для того, чтобы попытаться понять те моменты, которые не были поняты при первом просмотре и тоже не хотелось пересматривать. Хорошо. А на какой скорости вы смотрели? Просто интересно. Первый раз я смотрел на X2 для ознакомления и чуть не словил морскую болезнь, но мы об этом еще поговорим. Да, давай сейчас. А, ну, мы как будем обсуждать со спойлерами или без? Или спойлеры в конце? Вот давай тогда вот на этом сейчас и скажем. Ребята, весь подкаст будет полностью рассказывать сюжет сериала со спойлерами. Если вы не хотите их словить, то вот сейчас советую тормознуть и пойти спокойно посмотреть. И вообще, в принципе, перед нашими подкастами всем советую посмотреть, потому что мы, конечно же, будем разбирать с профессиональной точки зрения, с точки зрения сценаристики, но это совсем не меняет того, что у вас может быть зрительский экспириенс довольно приятный. То есть, может быть, с точки зрения драматургии сериал на троечку или четверочку, но при этом эмоционально вам нравятся там, не знаю, драки, просто нравятся вам драки или нравится красивый фан-сервис и вам понравится сериал спокойно. Именно поэтому все, что мы разбираем и вы хотите в это погрузиться, чтобы понять, что мы разбираем и о чем говорим, желательно посмотрите перед подкастом и будет вам благо. Там 8 небольших серий смотрятся за 2 дня довольно легко, когда кушаешь или пьешь чай. А теперь давай вот лучше не делать этого, когда кушаешь или пьешь чай. А теперь давай про указчение. Потому что вот как раз-таки где-то на 4-5 серии я ел, и я такой отвлекался немножко на еду и понял, что что-то, короче, меня мутить начинает. Не делали это в еде. Но потом, когда я сфокусировался на доте, понял, что мутит меня именно от нее. Вот. И у меня такое было. Было ужасно. Но при этом потом, в моментах, когда тряска ушла, я понял, почему они ее делают. Это было сложно не понять, когда пересматриваешь на x1 и уже смотришь внимательно. Ты понял, почему? Ну, а там много факторов на самом деле. Ну, давай тогда я сейчас свои расскажу, а потом ты свои, ты в этом более профессионал. Короче, там есть моменты, где не камеру не трясут, есть пролеты, где-то кто-то убегает, и там прям заметно, что это на месте, что персонажик бежит на месте, а под ним просто землю двигают. Ну, или они такой пролаг сделать, не знаю, как с анимационной точки зрения сделано, но анимация, короче, кривущая. Ты прям смотришь, и тебе больно. Ты видишь объект один, который бежит по поверхности, которая не движется, и ты такой ааааа! И то же самое с летающим драконом, то же самое с бегающим этим тигром, то же самое с прыгающим тигром. Вот во всех местах, где они камеру не трясли, это было настолько заметно, что, ну, прям, прям смешно. И тебя это выбивает очень сильно, потому что ты сидишь, смотришь, там экшен какой-то, серьезные щиты, такой, прикольно. Вот лично мои ощущения, хотя я не аниматор. Это было именно оно. Во многих моментах можно увидеть, что у тигра даже не двигается спина, то есть это просто такая статичный хребет кошки, у которого двигаются лапки, и который от нас убегает просто тупо уменьшением. То есть, понимаешь, его заскейлят. Хотя с самой кошкой мне очень нравились вот эти моменты, где пол сериала, кошка ходит одна, никто на нее не залазит, хотя на ней есть седло, но они такие, типа, видно, уважительно к ней относятся. В один момент они там втроем на ней скажут, я такой, это трехместная кошка. Но это сейчас не придирка к сериалу, такое вполне возможно. Размеры кошки, правда, позволяют. Просто прикольный момент. Сейчас это без придирки, но за весь сериал у меня осталась кричка трехместная кошка к ней. Потому что имя ее я не запоминал, даже не знаю, зачем. А там их две. В первый раз я пытался смотреть на единички, понял, что это лютая-лютая тягомотина, поэтому я включил X2. Во второй раз я пересматривал на полутора. Ну, на полутора тряска камеры, она в меньшей степени ощущается, но прям в таких самых кошмарных моментах ты такой смотришь-смотришь, все начинает, вся картинка расплываться, ее вот так вот растряхивает. Полегче, ребята, хорош. Вы что творите? Вот я смотрел на X1, и мне вот стало так плохо. Как я рассказывал, я вообще всегда смотрю на X1, художественное произведение. Не могу на X2, я не считываю некоторые моменты. И у тряски камеры есть одно прикольное правило. Их несколько. И либо она идет с движением, либо от движения. Это тот самый распространенный прием. То есть у тебя началось движение вперед, и тряска по вектору этого движения вперед и должна происходить. Или же у тебя движение закончилось, и по вектору вот этой остановки она должна происходить. А в случае с дотой, такое ощущение, будто бы они просто такие на посте камеру, там не знаю, где они делали, в майке, или еще где-нибудь такие типа. Так, ну ты просто ее потряси, Джун, и давай рендерить. И он в любые стороны ее делал. Вот правда так выглядит. У меня сложилось впечатление, что тряску добавляли уже постфактную. Да, такое ощущение, что прошли какие-нибудь тестовые показы, и появились такие комментарии из серии, а чего у вас кошка лоупольная, хреновая и плохо бегает. И они такие, действительно. А переделывать уже времени нету, они просто кое-как потрясли камеру. Давайте потрясем кошку. Да, кстати, да, кстати. Ладно. Потрясем зрителей. И зрители были потрясены. Раз уже зашли к анимации, и пока не трогаем сюжет. Как вам сама анимация? Первая серия и некоторые файты достаточно бодренькие, то есть такие. Мне понравилось. Могло быть намного хуже, вспоминая другие проекты Netflix. Ну да, вот по сравнению с Netflix, там, с кровью Зевса или еще чем-нибудь, это, ну вот именно в первых сериях и в последних парочке серий, в середине они как раз экономили, видно. Там, да, правда, есть достойные сцены экшена, если бы не вот эта тряска. Но потом, в моментах, когда они начинают экономить, прям огромная разница чувствуется. То есть, если в анимехах каких-нибудь современных или же в современных мультиках, там, диснеевских, в моментах экономии научились сглаживать все это за счет хорошего монтажа или там какого-нибудь странного ракурса необычного или какого-то фона классного, то в случае с Дотой что-то как-то как-то они это не стали делать. Все, они такие, окей, вот здесь было дорого-богато, а вот тут у нас дешево. Но зато нет особого действия. И как к этому относиться, не знаю, мне было пофиг на это. Просто замечаешь, да и все. Артем, что ты так скажешь? Анимация выглядела во многих отношениях странно, прямо скажем. Начиная от дизайна персонажей, с их странными. Сейчас мы к этому подойдем. Ладно, окей. Если говорить про анимацию движения, про какие-то кульбитые движения окружения и так далее, то анимация окружения дешевая. Там до хера просто статичных моментов, где ветер, а у нас деревья не колышутся. Или должно быть какое-то течение, а все стоит на месте. Они более-менее на опенинг нормально завезли какую-то анимацию, ну плюс-минус. Все, что касается внутри, это выглядит очень странно, очень стрёмно и деревянно. Вот, наверное, деревянная анимация. Вот, наверное, вот так это можно сказать. Я с тобой полностью согласен. Ну, вот то же самое, что я говорил про места, где экономят. Вот, да, в этих местах они не особо старались. И все. Если брать экшн-сцены... Не, понятно, что берсерка переплюнуть тяжело или экс-арм. Это понятно. Но чуваки явно старались в некоторых моментах... Блин, жалко, я не записал вот этот кусок. Но где-то меня, короче, так выморозило... А, в самом конце там битва чуваков. И там прям видно, как эти низкополигональные треугольнички просто опускают друг на друга мечи. На секундочку я смотрел на полуторной скорости. И то это казалось медленно. Они вот так вот делали. Тунь, тунь, тунь. Это выглядело так эпично. Я хотел бы сказать в защиту, что даже крупные студии порой экономят. Мне вспоминается Война Бесконечности и то, как Халк бросал скамейку. Это просто... Ну, я в этом плане всегда вспоминаю One Piece, у которого есть очень крутые моменты. Раз в 50 серий, прям невероятные, а остальные 50 серий там на заднем фоне могут реально просто... Типа три треугольничка вокруг тут типа ходить, и они прям треугольнички. И ты такой, ну норм, это массовка, это треугольнички пираты, это треугольнички не пираты, и все норм. Поэтому, честно, после One Piece это выглядит нормально. Хотя, такое ощущение, будто бы я оправдываю доту, будто бы я оправдываю говно говном. Ну, ладно, One Piece не говно, One Piece очень хороший. Вот, теперь про дизайн персонажей. Я был сторонником вот этой вот черточки на носу. Посмотрите, кто не смотрел из зрителей и не стал смотреть после нашего предупреждения. Там на постерах есть вот эта линия теневая от носа, вбок уходящая. Честно, на постере мне было норм. Ну, типа, окей, нарисовали доп-линию какую-то непонятную, но оно перекочевало в анимацию. И на любом ракурсе у них есть эта линия, которая теневая. Свет светит, свет не светит. И вообще непонятно, что это такое. Как будто бы концепт художник один раз нарисовал в одном положении голову, там, в три четверти этот нос. А потом все остальные скопируют, типа, ну так видно и надо. Видно, такой у нас персонаж, видно, так это работает. И это очень странно. Это теневая линия. Это нос. Это нос? Я весь сериал ждал, когда эти носы начнут махать своими крыльями и улетят нахрен с лица главных героев. Не знаю, меня выбивал просто момент, когда они поворачивают лицо из одной стороны в другую, потому что там есть вот буквально, ну, есть вот эти две линии в форме треугольничка, потом вот взгляд ровно в камеру, когда просто одна линия классическая, и потом она появляется с другой стороны. Как вам дизайн персонажей вот именно дотовских? То есть тут больше вопрос к Сереге. Тебе как? Похоже, не похоже? Ну, если брать именно опеник, то я прям восхитился ораквам. Всякие там джаггернауты и прочие были нарисованы достаточно хорошо, кроме пуджа. Пудж вообще на себя не похож. А там пудж в опенинге, он разве не тенюшкой показан? Ну, тенюшкой, но он все равно не пудж. А, да? Ну, окей. Ладно, я что-то даже не стал обращать на тенюшки внимания. Я один в первой серии опенинг посмотрел, потом его скипал дальше. Чего можно узнать, что это пудж? Потому что у него крюк с цепью в руке. И ты такой, а, наверное, это пудж. Да не, я такой типа, тени, ладно, окей, поем дальше. Единственное, сейчас обидятся все аниматоры, которые делают опенинги. Ну, ребят, простите, ну, серьезно, я их скипаю, я не смотрю, я не делаю тут уважения вашему труду, извините. Вот, мне жутко не понравилось, как выглядит лицо у Драгон Найта в его смежной форме между человеком и драконом. Вот этот вот дракодемон. Калкодемон, уж так. Да, плоское рыло какое-то, которое отсылает. Я даже не знаю, что было рефером. То есть сама голова референсно совсем не похожа на голову дракона в будущем. Ну, то есть у Драгон Найта есть, нам показали, показали как минимум три формы. Человек, вот этот вот полудракон, демон, будем назвать его демон. Драгон Найт демон. И дракон. Драконит тогда уж. Вот, драконит, отличное слово. Но-но-но, Мирана говорит, что она его видела в пяти формах. А, есть там момент, где Мирана говорит, я видел тебя в пяти формах. Я такой, так, давай загибать пальцы. Человек, голый человек, она его много раз видела, он там все время голый. Человек, голый человек, драконит, дракон. И я такой, что пятая? О чем она? Что она имеет в виду под пятым? Я так и не понял. Может быть, там, не знаю, при смерти, разорванный или что-то еще. Или просто перевод такой веселый. Понятия не имею. Я думаю, это будут бонусные сцены на DVD. Кто знает, кто знает, напишите в комментариях, что за пятая форма, о чем она. Что она имела в виду. Так вот, возвращаясь к лицу драконита. Вот просто, если брать референсы, по идее же, оно должно отсылать к драконам. Ну, или хотя бы к ящерицам. Ну, или хотя бы к чему-то подобным. Я уж не знаю, там не знаю. Но оно отсылает к свинье. У Максим. Оно отсылает к другому сериалу от Нетфликса. К какому, кстати? Devilman Crybaby. Ну, господи. А-а-а. Да, очень похоже. У них Харри похоже, реально похоже. Прям очень похоже, да, да. Ну, надеюсь, это совпадение. А не они такие. Ну, у нас есть моделька одна. Сейчас мы ее применяем. Мы тут недавно Кровь Зевса делали. У нас Титаны остались, не использовали. Эта форма мне вообще боль вызвала. Потому что, как бы, смотря произведение по какой-то уже существующей франшизе, будь то игровая, книжная, ты все же ожидаешь, что там все будет хотя бы придерживаться там плюс-минус тех же самых там правил, либо давать больше фан-сервиса. То есть, в игре у Dragon Knight есть там красненький дракончик, зелененький дракончик. Да, но мне кажется, что это только дальше. И черненький дракончик. И как бы можно было бы показывать, ну, с точки зрения сценария, это можно было бы обыграть тем, что он бы эволюционировал разных драконов. Так вот, мне кажется, что это дальше нас ждет. Так что за унывая форма? Что вот это такое, не знаю. И знать не особо хочется. А мне интересно. Но мне кажется, что разные драконы ждут нас дальше. Серьезно. Ну, хотелось бы в это верить, но просто можно было бы, залог хорошего произведения по уже существующему произведению, можно вот Умарова посмотреть, потому что они делают плюс-минус самобытные фильмы, но в которых огромное количество фан-сервиса для людей, которые читали комиксы, куча отсылок и так далее. Да, вот тут по отсылкам было очень мало всего. Это вот прям, я с тобой согласен. Я ненавижу отсылки. Используемые в сценаристике, но в таком жанре произведения, как адаптация, они очень важны. И тут моя ненависть, она будет необоснованна, потому что они тут реально нужны. Как бы одна из скоровых целевых аудиторий — это игроки, и надо их уважать. А все, что я увидел по отсылкам, это наличие героев и наличие артефактов из Доты. По-моему, все. Ну, допустим, если взять Террор Блэйда, то его там показывали в первых сериях. Я такой, а что здесь от Террор Блэйда, собственно? Вот, потому что он, ну, использовал совершенно не те способности. В смысле? Подожди. Он в финале использовал свои способности? Вот только в финале. Только в финале ты видишь, и серия такой, о, он вызвал иллюзию. О, у него началась мета. То есть, как бы такой, здравствуйте, нам показали способности в восьмой серии на 10 секунд. И ты такой, могу быть и больше. Он же и раньше не было. Он же в сериале не появлялся. Да, вот, я вот тоже думаю, о чем ты вначале говоришь. Ты говоришь про самую первую серию, где там ролики а-ля синематики в Близзард? Нет, когда он похищал там душу дракона и там... А когда он в сериале, ты имеешь в виду? Да. То есть это вообще не Террор Блэйдовского. То есть, если подходить с точки зрения, скажем так, сценаристики, можно было сделать, что, допустим, это была бы его иллюзия, это был бы какой-то аватар. Он управляет их из своего мира и еще не полностью не вырвался. Давай мы зрителю, который не играл в доту, да, и Артему перечислим скиллы. Я их так и не помню, кстати. Но он может создавать иллюзию противника, который будет бить противника. Так? Так. Раз. Он может принимать большую демоническую форму, которая с дальней атакой и костыляет сильно. Два. Два. Он может менять свое хп, ну, свое здоровье на здоровье противника. То есть, если у него маленького противника, большой, он может просто их поменять местами. И у него будет большой, противника маленький. Ну, да, он может менять текущее здоровье свое. И еще какой-то скилл должен быть. Что еще? И что-то не особо важное что-то. И, по-моему, у него есть своя иллюзия. Иллюзия его. Нет? Да, 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 да. Он ее юзал. Да, вот. У него своя иллюзия есть. Вот. И все четыре... Ну, ладно, не все четыре. Три, кроме ульты, он использовал в конечной серии. А в первых сериях, ну, там была его магическая проекция, которая не он. И я с тобой согласен, что можно было на месте сценариста использовать способность его, ну, ту же ульту, и за счет нее это делать. Ну, окей, сделал так, так, так сделал. Видно, им нужно, чтобы демоны не могли просто так приходить в мир людей, потому что для того, чтобы он проник в мир людей, понадобилось много сил и целый инвокер. Так это террорбоид. У него такие способности, он их использовал как раз-таки. Ну, тут это не объяснено. Так, чуваки, мы углубляемся в то, что не было рассказано. Да, согласен. Так это плохо, что это не было рассказано. Я знаю, что это плохо. Давай дальше по дизайну. Как тебе Луна и Мирана, которых я сначала перепутал? Сначала, я до сих пор их путаю. Я такой, о, это Луна. Потом, я и Мирана. Ну, да, Мирана, хорошо. Я их разделил для себя так. Типичная баба-искатель приключений и Седая Кора. Седая Кора с ПТСР, которая любит убивать. Да, 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 вот примерно так. Примерно так. А все потому, что у нее мамаша с расстройством личность. Ну, короче, по дизайну той же самой Луны, ну, реально. Просто взяли Кору, нарядили в броню, сделали ее седой и добавили немножко ПТСР. Вот, вот. Это вот оно. Касательно Мираны, ну, более-менее симпатичный персонаж. Но, как персонаж, она вызывает определенные вопросы. Мне в дизайне Луны и Мираны, что не зашло, это их детализация. Они в игре более детализированы. Ну, то есть, у них больше деталей, хотя там детальки пиксельные, непонятные. Но вот все, что ниже пояса, выглядит, как стоковая модель, там, не знаю, с двумя элементами. Из-за того, что там на ногах, на талии и так далее. А весь бюджет ушел на задницу Dragon Knight. О, да. Так, я один не обратил на него, на это внимание. О, это было сложно. Напишите в комментариях, кто обратил внимание на задницу Dragon Knight. Тут не знаю, на любованием задницы Мираны. Там такое количество раз Dragon Knight нам показан голым со всех возможных ракурсов. А, подожди, подожди. ДК, ДК, господи. Я про это. Я подумал про Террор Блэйда. У ДК, да, задница Мирана Лайдовит очень часто. Но больше спина. Широкие. Широкие, широчайшие. Керамики. В 2х, 21. В общем, крест-накрест, знаешь, что такое. Асимметрия. Бруталити, бруталити, да. Ладно, хорошо. Давайте заканчивать дизайном. Ну, то есть, стой. А как же это богиня эльфов Нагиев? Богиня Нагиев? Она мне, знаете, кого напомнила? Вот этого змея из чародеек. Господи. Что у вас за ассоциации? Ну, в 90-х была вот такая передача, как «Осторожно модерн», и там у Нагиева был образ Наташеньки. Кстати, да. Он реально очень похож. Я тебя очень прошу, приложи в комментариях две фотографии. Потому что лично я вообще не считываю подобное. Окей. И знаете, вот честно скажу сейчас и скажу в будущем. Единственный персонаж, который мне реально понравился, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения сопереживания, единственный на весь сериал – это Марси. Марси – это единственный персонаж, который… Подожди, а это кто? Это «Немая девочка». А, «Немая девочка», да, согласен. Она топ. Вот я хочу про нее отдельный сериал, отдельный спин-офф, пожалуйста. Пожалуйста. Вот просто как можно судить о качестве сериала? Если из всех персонажей, говорящих, тебе нравится «Немая девочка», это единственный персонаж, которому ты сопереживаешь? Если из всех персонажей вам нравится эпизодический персонаж, который вообще помогает и не особо главный, еще и немой. Но при этом который тачит сюжет в некоторых сериях. Сюжет? Там в какой-то серии она просто ДК поднимает и несет на себе. Она очень сильная, подождите, заявляли ее силы. Это было во второй серии, кстати. Нет, просто понимаете, если бы Марси в половине случаев не пинала наших главных героев, они где-то бы потерялись еще и в городе. Она буквально их тащит на себе. Но подожди, это стандартная функция второстепенного героя. Если говорить про действия героев, то в основном действия совершают герои. Она только им помогает. То есть в этом плане она не выходит из понятия второстепенный герой. Ну, точнее, второстепенный персонаж. Сейчас мне полетят ко мне. Ладно, мы к персонажам потом перейдем детально. Я просто хотел бы уже третью серию вспомнить. Ладно, ладно, давайте попозже. Я просто говорю про дизайн, что мне ее понравился. Вот. Еще у меня были вопросы к леопарду этой луны. Типа, что он красный? Потом его убивают. Я такой, а, ей дадут новый, ну хорошо. И на этом мои вопросы к дизайну заканчиваются. В принципе. Еще у леопарда перекрашенная моделька тигра. Нет, почему? У него совсем по-другому была устроена спина и лапы задние. Я тоже сначала подумал, что это наш тигр с другой оружием. Но нет. Хорошо. Пересмотреть нужно этот момент. Он намного меньше даже по длине. Он одноместный. Там, по-моему, не было момента, где они были рядом. Но, по-моему, был момент, где была склейка через них. И там прям видно, что они, ну, отличают. Ну, хорошо. Ок. С персонажами разобрались. Давай со спылами. Или же давай по сериям пойдем, и там об этом будем упоминать. С спылами. Тогда уж поговорите о предметах немножко. Давай по сериям пойдем. Давайте. Окей. Артем, у тебя был подробный, подробный разбор каждой серии, где ты хотел ко многому задать вопросы. Поехали. В первой серии, на самом деле, у меня не так уж и много вопросов. Ну, поскольку там, ну, относительно логично выстроено происходящее, кроме там последних моментов, которые чуть позже в сериале нам были рассказаны. Да. Но при этом... Меня напрягло, знаете что, с учетом того, что после пересмотра сериала какая-то очень херовая темница для демона получается. Во-первых, во-первых, из всей той предыстории, которую они нам загоняют с самого начала, ну, ни хера не понятно. Ну, то есть, она очень настолько рвана и рассказана, что ни механики, ни принципов, как это работает, вообще непонятно. Что такое колодец душ? Мне, пожалуйста, объясните. Потому что я вообще не буду в долгой. Ну, подожди. Ты сейчас спросишь то же самое, что объяснить, как работают... Нет, просто... Артефакты в One Piece. Окей, окей. Просто объясните мне, что такое колодец душ. Просто скажите, потому что я не понял, что это. Это, пересмотрев дважды. Тут я с тобой согласен, что непонятно, хотя, по-моему, там что-то говорится. Я вот сейчас не уверен. Просто где этот Terrorblade, заточенный в колодец душ. Что такое колодец душ? Подожди, он разве заточен в колодец душ? Было сказано, прям там, прям это и есть эта фраза. Было сказано, что заточен в колодец душ. Ну, ладно, окей. Мне так кажется, что по тексту, который был до этого, там это объяснялось. Такая маленькая деталь, как я вот не уловил. Сергей, ты что скажешь? Ну, я просто читал лорд Тераблэйда, который написан там в клиенте доты, поэтому меня это меньше вопросов вызывает. Окей, ну тогда просто мне объяснил, что это. А что там написано, да, объясни, может, что-то было сказано там, а мы что-то про коррекцию. Вроде как, что он там сидит в этом самом колодце душ, что какая-то там темница, куда ссылают около демонов, он из нее пытается выбраться. Окей. Это тюрьма. У меня следующий вопрос. Если это тюрьма, что-то какая-то очень херовая тюрьма, если он может взаимодействовать с человеческим миром, влиять на чуваков, которые живут в этом мире, и подчинять их своей воле. И еще поглощать души драконов. А вот тут, вот тут вообще не факт, что это может делать он. Так его имя называлось. Нет, 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 я не понял. Первой серии. Посмотри. Первая серия говорила, что он хочет выбраться и хочет повлиять. Это да. Потом все мы знаем кучу сериалов, где из темницы на внешний мир влияли злодеи. Прям, есть даже много фильмов, не мультиков, правильно? Окей. По-моему, довольно стандартный троп. Стандартный, да, но такое есть. И третье, мне кажется, что в следующем сезоне нам будут объяснять, как ему в этом помогал инвокер. Потому что первый сезон нам только заложил основу конфликта, а разъяснения нас ждут впереди. И если второй сезон будет, и в нем не будет объяснений, тогда это косяк. Прям большой. А если нет, ну окей. Если объяснят, то все хорошо. Давай дальше. Еще какие-то вопросы у тебя к первой серии были? Так, по поводу колодца душ. Ну, то есть в игре есть маленькое описание, что это скрытые измерения, куда демоны заключают себе подобных. Это темное зеркало реальности, в котором демоны обречены взирать на искривленное отражение собственной души. Ну, то есть такая своеобразная тюрьма для демонов. Но чтобы это говорилось в сериале... Не уверен, но я пересмотрю. Не, не влом. Если это сказано, я извинюсь в комментариях. Если нет, не извинюсь. Нет, там не говорилось. Ну, этого я дважды пересматривал, но не говорилось. Хорошо. Ну, зрители могут посмотреть и, если что... Напомнить, рассказать, какие мы внимательные ребята. Ага. Десять комментов. Артем, у тебя что-нибудь еще есть в первой серии? Ну, вот вопрос к тому, как он засосал душу дракона древнего. Через трубочку так. Да, вероятно, через трубочку. Понятия не имею, как это работает. Я понятия не имею, как это работает. Но это то же самое, что спрашивать, как Сеза одного засасывает силы в Мейнгерской академии. Не, я могу понять, если бы он был материально вот здесь, ну там он взял, всосал. А так он через какого-то оператора как-то он высосал душу из дракона. Ну, ты сейчас спрашиваешь, типа, как работает магия. Это просто какая-то уж слишком крутая магия, которая, в принципе, раз и могла подчинить себе вообще все. Вспомни, что инвокер по щелчку может любого выдернуть и телепортнуть из любого места. Там настолько сильная магия. Ок. А еще они могут буквально за 5 минут починить луну. Помните, как они починили вторую луну, которая там разбитая? Я в это время думаю о персонаже. Они починили луну. Так вот, там, видно, настолько сильная магия работает, и тебе просто показывают работу магии. Ну, кроме того, так нам не показали, как эта магия, в принципе, у нас существует. По каким правилам она работает. А вот тут показали, подожди. Ну, мы к этой серии дойдем. Нет, не показали. Настолько это дерьмово было сделано, что после двух раз, понятно, не стало. И оно вызвало гораздо больше вопросов. Ну, мы до туда дойдем. Там я просто буду. У меня по-другому. Потому что у меня там горит просто неимоверно. Давай, Серега, что у тебя? У меня этот вопрос, ну, этот вопрос, этот момент вызвал другие вопросы, как у человека, игравшего вот как раз-таки в доту, который знает о билке Террор Блейда. И вот здесь меня начал фанат несколько возмущаться, потому что что? Террор Блейд высасывает кого-то? У нас же есть сосущие герои, блин. Подожди, подожди. Террор Блейд как раз-таки, когда меняется ХП, это и делает, по идее. Не, это ХП с текущей. Он меняет жизнь. Он там, по-моему, вот если прочитать описание скилла, он вытягивает душу. Что-то такое-то он там делает. А, это стало интересно. Это раз. Или там высасывает жизнь. Что-то подобное происходит. Это раз. Во-вторых, сам процесс высасывания ты сейчас додумываешь. Он ничего не высасывал. Там не было визуально и как-то угодно показано, что он что-то куда-то высасывал. И все серии говорили, что он присвоил. И все. Хорошо. Это раз. Плюс ты это сейчас говоришь, а инвокер-то то же самое сделал. Но к инвокеру вопросов же не возникает, потому что он... Возникает. Он супер мудрый. У меня возникает. Хорошо, к этому дойдем. Серия про это есть. Секундочку. Там мы поговорим. Я открыл Википедию, я прочитал описание способностей. И здесь как раз-таки, что он вырывает душу из Террор Блейд и его цели, меняя их местами вместе с частью жизненной силы. То есть Террор Блейд может забирать души, вырывать. И вселяться. Круто. Ну и вселяться может. Все окей. Все работает. Супер. Что у тебя к первой серии есть еще, Серега? Мотивация капитана. Капитана? Ну, это у нас натянутый персонаж. Это правда супер мотивация. На рельсе мотивации, который я не трус, но я боюсь, и давайте его завалим. Это раз. Плюс, ну то есть, его напугал дракон. Он не справился с драконенком, и он хочет завалить большого дракона, чтобы доказать самому себе, что он крутой. Плюс он набухался. Плюс он набухался. И плюс нам еще очень много раз показывали, ну как много, три раза нам, по-моему, за серию показывали, что он завидует Dragon Knight. Да, да, это было. Поэтому у меня сначала тоже был по этому вопросу, но со второго раза он снялся. Вы знаете, в свою молодость я играл в всякие там настольные ролевые игры по типу AD&D и прочего. И когда ты создавал похожего персонажа, нам говорили, что он недогенерат, потому что он умер при генерации. Потому что персонаж с такими замашками как бы до такого возраста дожить бы не смог. Ну, это ты сейчас придираешься к несущественному. Если смотреть по логике, персонаж есть, мотивация читается, потому что она прям в лоб бьет тебе и подходит, и прям палкой тут дубасит. Ну и действия его тоже предсказуемы. Предсказуемы. Да, действия предсказуемы, но они логичные. Все норм. Максимально нелогичные. А в чем нелогичность? Ну смотри, они встретились с одним малышом дракончиков. У них там было человек 20. В итоге четверо убиты, пятеро ранены. И как бы они принесли существенные потери для этой деревушки. Да, и он хочет пойти зарезать спящего. Спящего. Но он же с ними походу никогда не встречался до этого. И он просто идет в логово, где находится там десяток этих зарезанных распространенных дракончиков. Да, но они разорвали друг друга. И тебе это в серии сказали. Ну, сказали, что либо они друг друга разорвали, либо... Нет, там Dragon Knight сказал прямым текстом. Там он не говорил что-либо-либо. Они сначала зашли. Их что-то разорвало. Dragon Knight на них посмотрел. Сказал, они убили друг друга в бешенстве. На них подействовало. На них что-то подействовало. Они убили друг друга в бешенстве. А там внизу спит другой. Давай убьем, пока он спит. Нет. И все. Весь разговор. Да-да-да, так было. Как-то я по-другому это воспринял. Но в любом случае... Он хочет сходить завалить спящую тварь. Спящую. Для него это просто спящий чувак. Тем более для него первая стычка с драконом. И дракона завалил чувак, которого он не уважает в одно рыло. Он такой, я что, так не смогу? Смогу. Да и все. То есть нормально здесь... Ну, это банально. Это банально. Да. Из-за того, что банально, плохо. Но не из-за того, что нелогично. Что-нибудь еще к первой серии? Ну, это ж можно было бы сделать и лучше. Показать, что Фрэр Боит ему потом голову... Насчет того, что лучше, это сейчас дальше я расскажу. Там к этому есть большой вопрос на самом деле. И ко многим сериалам есть вот этот вопрос. Ну, сейчас. Окей. У тебя что-то еще есть к первой? Муншард. Хреново выглядит. Что такое муншард? А, предмет из доты, который как раз таки дает вижен, увеличивает дальность видимости в ночи. И, собственно, он им подсвечивал себе дорогу. А, да? Ну, да. Это вот эта херня? А, это муншард. Которая на руке у него? Да. А, окей. Я вообще не считал, что это муншард. Так вот, в том-то и дело, что я тоже не считал. А как ты понял? Народ сходится во мнении. Я пошел, интересно, на форум. Типа, это что? Типа того, на самом деле. Что-то еще? Я вижу, у нас просто здесь документ, где мы фидбэк накидываем. Ты писал про веревку. Но ее, по-моему, раскрыли веревку дальше. Вот ту штуку, которую он пытался связать драконы. Ну, там, это вот проблема именно к предметам и тому, как оно все работает. Потому что в некоторых сериях там, типа, говорят, что броня драконов, она сильная. Потом ее режет на какой-то ножик. А он ножом не броню резал. Там это было. Они это санимировали плохо, когда в отдалении. Но вблизи там прям показывали. Там есть серия просто, где... Чешуйки дракона, которые втыкаются в броню дракона же. И? Там нож разрезал чешую дракона. Нож. Нет, смотри. Это не в первой серии. Ты сейчас говоришь про нож, когда они его разделывали, да? Ну да. Там есть две... Там в этой сцене есть два ракурса. Первый ракурс общий, в отдалении. Там он прям по чешуе режет, и все режется. А есть ракурс ближний, где прям показывают, как он по чешую пытается залезть. И видно не просто на ракурсе общем, такие, ну, пофиг. Ну, просто меня именно смутил момент, что он прям прорезает по чешуе взрослого дракона на секундочку. Вот так вот. Ёх! Нет, почему? Почему детеныша? Детеныш. Он же сказал, говорит, ты взрослого завалил? Говорит, да, взрослого. Нет, взрослого, это они говорили про доспех, который на нем был. Он посмотрел на доспех, нам показали крупный доспех, и это был доспех из дракона хауса. И тот говорит, ты завалил взрослого, откуда доспех, что в одно рыло? И тот такой, да, в одно рыло. Тогда давайте обсудим конец первой серии, потому что я до сих пор не понимаю, зачем... А, ну хотя бы нам объяснили, зачем. А что? Вот этот момент с переселением души. Мотивация странная, но в принципе понятно. Ну, дракон просто потом... Драконы говорят, что, типа, если дракон умирает, то он не умирает. Его там душа куда-то уходит, и потом пережождается. Да, да, это было. Да. Но там большой вопрос. Но там же в этой сцене... Ну, это в той серии. Там же в этой же сцене драконы говорят, что, видно, этот огненный дракон испугался, что его тоже заберет. Там и в этом вопрос. Но мы до того дойдем. Не-не, это сейчас я Сереге объясняю. Там в этой же сцене сказали, вот в той далекой сцене сказали, что дракон испугался, что его заберет в Террор Блэйд, и поэтому переселился. Это раз. Во-вторых, нам никто не говорил, через что они возрождаются. Точнее, наоборот, там был намек, что они возрождаются, как раз-таки заселяясь в нового владельца, а потом через него. Они это говорили в той сцене. Ну, там не прямым текстом это было сказано, но что-то похожее говорила кристаллическая, по-моему, дракониха это говорила. Там же совет говорил, что типа, а давайте мы его сейчас убьем, поскольку... И тогда он быстрее переродится. Он переродится в новом драконенке. Но быстрее... Нет, они сказали, давайте мы вот тело убьем, и тогда душа, точнее, так, остановились. Короче, ладно, давайте дойдем к этой серии, потом отдельный, там мы про это проговорим. Пока не забыли, потому что сейчас вот пока свежее. Там была сцена, где драконы на Большом Совете разговаривали с душой ДК. А душа ДК делит тело напополам вместе с Большим Драконом. На момент, когда ДК находится с драконами в том шпиле, то сам дракон огненный находится в мире людей. И вот они говорят, давайте его здесь убьем, и тогда он туда не вернется, и тот останется там в мире, и потом прилетит к нам. Вот и все. Вот в этом был муф. Здесь вот находится просто охренительно здоровый косяк. Потому что смотрите-ка, что они заливают нам, эти драконы, это, по-моему, пятой серии. Пятой серии они нам заливают о том, что вот этот драконий пик, на котором они все сидят, это место, где либо обитают спящие драконы, ну, имеется в виду вот эти древние, вот в этом своем коматожном состоянии, пока они спят. А древние драконы спят очень долго, в принципе. И второй момент, либо когда они сдохли, и они там сейчас находятся. То есть у нас получается перерождение. Подожди, я такой фразы вообще не помню. Было, было, было. А кто сказал? Это, я не помню, какой-то из этих драконов. Короче, это было 100%. Короче, смотрите, в чем прикол. У нас драконий рыцарь попадает туда, когда они меняются местами со слайроком. Но, по идее, пока у нас драконий рыцарь находится в своем теле, у нас слайрок должен находиться вместе с этими чуваками на их драконьем мысе, на их скале. И должен с ними общаться. Да, ты прав. Какого хрена тогда происходит? Подожди, подожди. Ты, во-первых, прав. Во-вторых, работает очень странно. Но лично я вот этого вот точного объяснения, как это происходит, не помню. Поэтому сейчас не могу с тобой нормально вести спор. Если это вот все так, как ты говоришь, то да, ляп. Но надо еще черновок глянуть. Окей. Там вот в том моменте, когда этот дракон, который больше всего с ним трет, когда этот спрашивает, а где я нахожусь? Они говорят, что ты на драконьем пике, месте, где души драконов перерождаются или находятся, пока они спят. Хорошо. Вот что-то он такое затирал. Теперь мое мнение насчет первой серии. Есть такая штука, как открывающая сцена, экспозиционная сцена и лорная сцена. Это вот три основные штуки, которые должны быть в первой серии любого сериала. Ну, обязательно должны быть, потому что это правила хорошей драматургии, правила хорошего тона в сериале. Даже не просто там что-то мега важное, а просто правила хорошего тона. И там этого нет. В принципе, нет. И этого нет во многих сериалах, из-за чего они страдают. Открывающая сцена должна задать конфликт мира. Нам вроде бы это задают, но нет. Потому что конфликт мира в том, что Террор Блейд убивает драконов, нет, не в этом. Он там раскрывается совершенно в другую сторону потом. Это раз. Второе. Нам должны задать лор. То есть задать отправную точку, с чего нам начинать понимать мир. И нам тоже этого не дают. Если вспомнить открывающую сцену в Маггерской академии, нам объясняют, что нам нужно понимать мир от того, что у всех людей есть там причуды, которые бла-бла-бла-бла-бла. Если вспомнить открывающую сцены One Piece, нам задают, есть артефакты, фрукты, которые съел, бла-бла-бла-бла-бла. Это точка. Нам детали никто не рассказывал. Но это стартовая точка, которую задают, и мы на нее можем топать и выстраивать мир в своих головах по тем крупицам информации, которые нам дают. Потому что лоры обычно дают по чуть-чуть. Вот. Если ты видишь, от чего ты идешь, и идешь вперед по этим хлебным крошкам мира, он у тебя собирается в голове. В нашем случае этого нет. Ну просто нет. Они не стали этого делать. Давай, Артем. Ну, нет, я наоборот с тобой согласен. Это как... Я не вижу здесь экспозиции. Это потому что ее здесь нет. Они с первой сезонной экспозиции. Она на дереве. И ее нет. Нет. Давайте так. Экспозиция главного конфликта всего сериала, потому что я уверен, что там не один сезон написан, она есть. Вот именно конфликтная, именно на главный конфликт, на мотивации персонажей ее дали. А вот на лор, на сеттинг, на действия, на все вот это, вот на это нет. Из-за этого не работает. То же самое, главное, вторая задача открывашки – задавать тон произведения. Ай, она тоже этого не делает на самом деле. И третье – подавать лор через вубнеж одного перца – это ужасно. Одного? Да их там тысячи. Отвратительно. Нет, я имею в виду в первой серии. В первой серии же это все говорит Оракул. Ну да. Что, идем-ка второй? Да, сейчас все пройдем и пойдем играть. Нет, у меня еще одно замечание было. Давай, давай. Потому что ГГ в очередной раз – это персонаж, у которого внутри есть какая-то сущность, которая потенциально может уничтожить мир, и он ее может удерживать за счет какой-нибудь девушки, которая в нужный момент говорит нужную фразу. Стоп-слово. Подожди, подожди. Вот то, что в ГГ есть страшная сущность, это, конечно, прикольно, но там Наруто. Магическая битва. Магическая битва. И далее по списку. И далее по списку, да. Да-да-да-да. Это классно. Действующий мув, да, и довольно избитый. Окей, погнали во вторую серию. Я здесь скажу одно. Вторая серия этому сериалу не нужна. Как это не нужна? Она абсолютно бесполезна. Вот вы меня простите, но вторая серия выглядит как херово написанный квест в игре, где у тебя героя главного шпыняют между разными NPC, которые ему дают маленький кусочек информации, а потом оказывается, что это нахер не надо было делать. Ну, надо было найти торговца. Надо было найти торговца. И все. К торговцу, конечно, тоже есть вопросы. Но по факту, если смотреть весь хронотопитатраж этой серии, у нас герои не делают ничего, кроме как того, что они просто ходят. Они просто шарахаются. А можешь перечислить, что происходит в серии, чтобы зритель вспомнил? Давайте так. Окей, окей. У нас приходят наши герои. Мирана, ее служанка и Драгонблейд. Или как? Драгонблейд. Найт, рыцарь. Как его? Девиан? О, господи, вспомнил. В Эстиме, да-да-да. Короче, когда приходят Мирана, Девиан и служанка, приходят в город. И в этом городе они сначала идут в таверну. Звучит, как хорошее начало анекдота. Сначала они идут в таверну. Там они цапаются с бандюками. Мирана со своей служанкой уходят к одному чуваку. Там их пытаются связать. Потом они оттуда выбираются очень быстренько, но особо не парясь. Идут к другому чуваку, к торговцу. И уходят из города. В то же время Девиан пытается взять клинок. И в итоге ему дает этот клинок служанка в этой Мираны. Девиан идет умирать. Бабы его спасают. И они уходят из города. Подожди, подожди. Там он еще первый раз нормально превращается в драконита. И мы узнаем, кто он и вообще, что происходит с ним. Ну, прямо скажем, это можно было спокойно показать и в другой серии с более осмысленным варианте. Вот тут ты прав. В чем прикол? Нам зачем нужна была вообще эта серия? Во-первых, чтобы стопануть вообще действия, чтобы дальше не шпарить экшн и не распиливать бюджет. Раз. Во-вторых, чтобы показать... Нам так показывали местный мир. Нам показывали сближение героев. Нам пытались объяснить мотивацию вот этих вот основных персонажей. Есть основные второстепенные, если что, зрители. Нам показывали мировоззрение драконита, которое будет потом меняться. И показывали, как они вместе подружились. Все эти функции можно было показать в сто раз лучшие серии. Ну, или в сто вариантах других серий. И тут я с тобой согласен, так как это показано плохо. Но функционал этот, этот сделан. Ну, во второй серии он настолько дерьмово сделан, что он не ощущается вот от слова совсем. То есть... Ну, у нас персонажи не двигаются от слова совсем. Они могли просто не заходить в этот город. Банально не заходить. А торговец? Торговец. Что такое торговец? Чуваки, вот вы, которые знают лор, ну хоть чуть-чуть. Подожди, подожди. Что такое торговец? Вот в этом-то и дело, что тебе весь сериал показывает, что торговец – это не просто какой-то чувак, а какая-то суперсверхсильная сущность. Вот и все. И тебе нагоняют интригу. Типа... Вторая интрига? Так почему? Смотри, как у тебя горит. Ты не понимаешь? Интрига как раз-таки работает. Я и не хочу знать, что это. Просто это... Я сейчас спросил. Подожди, ты прямым текстом начал спрашивать, что это. Нет, нет, нет. Может быть, вы знаете с той позиции лора? Может быть, действительно был такой персонаж в самой игре? Или где-то он в лоре появлялся? В самой игре есть торговец, которого нельзя убить, из которого все взаимодействуют, ну, репликами. Но кто он такой, неизвестно. А, ну, блин. То вот так бы и сказали. Просто не понимая того, что это и откуда это пришло, это выглядит, как какой-то чувак, который нагнул просто... Крышует эльфа, который трахал богиню, и теперь просто держит при себе там все королевство, всех-всех-всех. Кто это? Что это такое? Кто это? Почему он это может? Это какой-то местный армян, который знает всех, и у него местная мафия. Как это работает? Ну вот, смотри, сколько всего ты про него понял. А вот это ты должен... Я ничего про него не понял, это вопросы. Ты очень много понял. И смотри, сколько у тебя вопросов. Как тебя зацепил этот персонаж? Вызывает эмоции, значит, работает. Это персонажная дыра. Это не дыра. Тебе все объяснили, все в порядке. Сериал тебе пытался объяснить, что это какая-то сверхсильная сущность и очень загадочная. Все, больше ничего тебе не объясняли. Выглядит, как жиробас, сидящий где-то в городе. Сидорович в «Сталкере» то же самое. Это... Хотя он не сверхсильная сущность и вообще там расходная монета, но тем не менее. Вот и все. То есть тебе пытались объяснить, что это какой-то сверхсильный чувак, который имеет много влияния, и он загадочный. Этот сериал сделал? Ок. Саму историю тебе не объясняли. Тоже ок. Тебе также не объяснили историю богини нормально. Потому что, как я понимаю, эта богиня до этого была эльфийкой. И, скорее всего, просто магичкой. Касательно богини и вот этого конфликта между Селеминой, Миной и так далее, непонятно. Так проблема в том, что здесь этот кусок лежит в основе конфликта целых народов. Нет. Там нету этого куска в основе конфликта. Подожди. Страсти приехали. У нас есть анклавы. У нас есть группа вот эта, которая в Серебряном лесу живет, которая поклоняется... И у них есть понятный тебе конфликт. Спокойный понятный конфликт, который тебе проговорили. Селемины убила Мины, забрала ее место и выгнала всех их, всех тех, кто не согласился на нее молиться, из своего леса. Все. Кто это такие? Какого... Одна богиня Луны, вторая самоназванная богиня Луны. Все это сериал тебе рассказывает. Как это случилось? Кем она была до этого? Какая предыстория? Куда делась Мины? Это те вопросы, которые сериал еще не затрагивал. А потом затронет. Но он еще их не затрагивал. Все остальное тебе рассказали. Пока... Пока это выглядит как группа маджахедов, которая пошла подчинять себе неверных. Это воспринимается именно так. Так это так и есть. Какого хрена? Так это так. У них есть сила богиня. Все. Спокойно. Так это так и есть. Ты все понял, Верн? Поздравляю! Ты понял доту. Иди на мид. Так, ладно. Давайте вторая серия. Вторая серия. Вот торговец, хорошо. ДК. Сергей, что у тебя по вопросам ко второй серии? Ну, меня вторая серия вызвала примерно те же самые ощущения, что и первые. У нас еще один товарищ, который пытается совершить русскомнадзор. Первый это был капитан. Во второй у нас пошел умирать Девиан. И если бы не эльфийки, то он бы там, в принципе, и закончился бы. Ну, тебе всю серию показывает, что он дорожит своим именем. И вот это место тоже показывает, что он дорожит своим именем. У меня вопрос, ребята. Да. А эти, принцесса и ее служанка, они разве эльфийки? Нет, они не эльфийки. В этом-то и прикол. Угу. Смотри. Едем дальше. Это я для себя выяснил. Подожди, подожди. Серебряный лес был эльфийский. Эльфов выгнали. Выгнал орден. Вот этот. Вместе с Селемины, которая сама по себе эльфийка, что и является самым главным ее обманом, что раньше она была эльфийкой. Тебе на это навигают длиннющие уши, и то, что она раньше была с инвокером, который тоже эльф, только древний. Но подчиняются ей люди. Посмотри, Луна, человек. Орден у нее весь человеческий. Луна не человек, у нее ушки-то острые. Нет, открой сейчас. У Луны ушки обычные. Давай, сейчас посмотрим. Техническая пауза. Ха-ха-ха. Луны обычные ушки. И весь орден у них человеческий. Именно поэтому, когда они захватили эльфийскую полководчицу, а-ля вот эту вот главу восстания, она говорила, что люди, люди усиливаются и пришли за нами. А мы, эльфы, это допустили. А еще там же, не помню, в какой серии говорили, что люди выгнали нас из нашей родины, серебряного леса. Поэтому и на трупах надписи они не понимают, потому что там эльфийский. Потому что там эльфийский. Это был вопрос, но он был снят, потому что я и поэтому и спросил, что... Да, там эльфийский язык. А Луна его знает, потому что Луна раньше сражалась вместе с эльфами на равнинах, как гроза равнин, наемница. Пока не стала, собственно, Луной. Да, и поэтому она знает, кто это. А нам это рассказывала полководчица местная, которая ее знает и которая с ней служила. Потому что нигде не могу найти. Фотку Луны? Серега нашел, у нее уши обычные? Нет, сериала не нашел. Ну, блин, об этом... Ладно, ребят, у нее обычные уши, я вам отвечаю. Ну, окей, ладно тогда. Причем, потому что я отсидел и думал, так, они эльфы или нет? Они эльфы или нет? Покажите мне уши хотя бы одного солдата. То есть, там походу, что намешано, что где-то люди, где-то в эти эльфы. Там на солдатах, на самом деле, вот когда присматриваешься, там не только эльфы. Там есть краснокожие чуваки. Там есть соляка. Да, да, да. Все, кто верят в Селемины, в ее орден. Но в основном люди, потому что «Принцесса-человек» и «Луна-человек», главы ордена. И про людей говорится, что пришли люди. Окей. Так что как-то так. Что еще ко второй серии у тебя, Сергей? Ну, единственное, запомнишь, из-за момента, это как служанка подняла ДК и начала уносить. Это прям... Это было хорошо. Ну, тебе показали ее силу. И это было, по-моему, в самом начале второй серии. В самом-самом начале. А, да, да, да. А потом это подействовало, что мы такие, а, она такая сильная. А потом, когда она начала разматывать этих бандитов в темнице, ну, там, рядом с темницами, удивление это уже не вызывало. Ну, это то, что мы полчаса назад обсуждали. То, что второстепенный персонаж тащит сюжет на себе. В данном случае главного героя. Прямо. Марси мне понравилось в этом моменте то, что она клинок дала. Типа так, на. Да, да. Ну, вообще... Вот это прям запомнилось. По-моему, это просто хороший второстепенный персонаж, если бы дотянуть по уровню взаимодействия главных героев до нее, то есть выше нее было бы. Если дотянуть сериал до второстепенного персонажа, то будет очень хорошо. Хороший сериал, смотрим. Приговор. Вот. Что еще хотел сказать? Но. Вот мы так говорим про главных героев, но нужно понимать одну очень забавную штуку. А именно... Герои тупые? Нет. Там есть парочка очень хороших диалогов. Прямо очень хороших диалогов есть. Есть очень плохие, а есть парочка очень хороших. Мне понравился. У меня есть любимый диалог, когда унада капывается до Марса, а Марси такая... Да, да, да. Она такая... Ты всегда знаешь, что мне сказать? Это Мирана докапывается. А, простите. Мирана, да, да. Они так похожи. В КГ! Ну, имеется в виду, в игре они похожи. Ладно, поехали к третьей серии. Пофиг на вторую, едем дальше. Господи, господи, третьей серии. Третья серия, господи. Мы просто открыли документы и почитали. Хорошо, поехали. Давай, Артем, будешь первым. Короче, у меня здесь на самом деле на серии несколько вопросов. Ладно, первый. Маскировка уровень Великий Мудрец. У кого? Ну, у Великого Мудреца уровень маскировки Великий Мудрец. Он, когда к нему приперлись эльфы, он говорит о том, что за тысячу лет никто ко мне не мог прийти. И тут мы вспоминаем, сука, торговца, который дал херню, и который как-то к этому мудрецу пришел. Он к нему не ходил. Никто не говорил, что торговец к мудрецу ходил. Не надо. Ну, ладно, окей, окей. В любом случае, чуваки просто проходят через... Не просто чуваки проходят. Чуваки проходят потому... Чуваки этого не видят. И они проходят только потому, что с ними эта баба, которая видит. Ну, а где говорится о том, что... Это говорит прямым текстом Минвокер. Нет, стоп. Как они проходят, если они этого не видят? Он говорится, как мы прошли. Она говорит, я просто увидела. Тот такой, как увидела. И он в этот момент понимает, что у него есть магические силы. То есть никто просто так туда не мог зайти, что ли? Да. И он из-за этого и удивляется. И потом из-за этого узнает про ее магические силы. Это херово объясняется по одной простой причине. У нас есть некоторое ущелье, где есть конкретный проход. Я что-то мне слабо верится, чтобы ни одна тварь туда не могла забежать. Ты не понял? Ты не понял? Она работает не так, что ты можешь туда зайти, просто находясь в том месте. Пока ты не увидишь, ты туда и не зайдешь. Ты просто пройдешь через ущелье пустое. И все. Ну, вот про то и речь. Что как-то это странно, блядь, подали, что это не было понятно в итоге. Ну, вот я считал, человек, который со мной сидел, тоже считал. И это же, говорит, инвокер. Ну, очень странно, честно. Я за два раза не считал этого. Окей. Я тоже плохо считал. Если вы не считали, то это реально косяк. То есть плохо показали. Ну, просто там как показывалось, по крайней мере, с тем камнем, который получили от торговца из серии. Куда же нам идти? И там вот этот Марси просто берет, и серия, смотри, вон туда нужно идти. Если бы не Марси, нахер бы выкинули тут камни. Ну, кстати, да. То есть такое ощущение, что они просто из серии, а, нам нужно идти в ту сторону, и они туда пошли. А вот никакого взаимодействия с этим камнем, что он дает какую-то ауру, там какой-нибудь пузырь в пространстве, что можно зайти. Вот этого уже не было. Они из серии, а, ну нам нужно идти туда. Нам даже не показали, как они прошли через границу. Нам границу показывали, как проходили ребята. А они просто прошли. Они просто шли вперед. Они держались за руки. Они просто не прошли. Они там, у них очень тесное отношение. Да, у них очень тесное отношение. Ладно, в этой же серии есть еще одна странная хрень, и это красный кристалл, превращающий людей в зомби. А это в этой серии, да? Это в этой серии. Хорошо. В третьей. Что это за хрень, и есть ли она в игре? Может, это отсылка к игре? Я не знаю. Красный кристалл, который превращают? Там не Бладстоун, но такое себе. Ну, Бладстоун, так как кровавый, там что-то такое. Люди, поехавшие, жрут друг друга, типа в зомби. Вот тот кристалл, который был в пещере, это непонятная штука, которая нас только косвенно отсылает к красной луне за счет просто свечения одинакового и происходящего. И все, и больше ничего. Что это такое? Красная луна. Вот помнишь, в конце была красная луна? Да, да. Еще и в мифах она там что-то пару раз про нее. Вот, да, да, да. И тут такое же свечение красного кристалла. Единственное связывающее звено этот цвет. Так, ну, окей, ладно. Здесь в любом случае стоит большой такой вопрос. Рядышком с вами, рядышком находится пост этих, драконоборцев. Так они же не зомби-убийцы, они драконоборцы. Нет, рядышком находятся... Вот были там зомби-драконы, мы туда-то убили. Типа нам похер, что какая-то неведомая хня, превращающая всех в зомби, находится рядом с нами. Но мы сильные, брутальные мужики, мы будем пиздить только драконов. Нет, ну, то есть, вариант того, что они могли его найти, довольно мало. Вот и все. Да, они там эти шарахаются, зомби по округе. В смысле, довольно мало. Мы там это показываем. Она пошла за тенью, которая шарахалась там рядом. Ну, видно, рядом с ней. Ну, как она выбралась, изучили. Вот это вопрос. Как она выбралась, изучили. И как ее во время пурги нашли ее эти ребята. У нее есть снежный барс. Он ее унюхал. Унюхал в пурге. Как часто ты унюхивал в кого-то в пурге? Я и не снежный барс. Давай так. Я, конечно, понимаю, что станом или ликом я похож, но нет, нет, я не снежный барс. Ну, в любом случае, когда прям в конкретной метели, как они ее нашли, это очень большой вопрос. Это просто Раэли в кустах, мол, вот она случайно нашла, вот они случайно нашли ее, бла-бла-бла. Ок. Хотя, может быть, это было провидение богини Луны, которая всем помогла. Следующий вопрос, ребята. Я не могу про это не сказать. Короче, знаете, вот как в классических ужастиках. Если герои потрахались, то их убьют. Вот здесь работал тот же самый принцип. У эльфов была оргия, их всех вырезали. Не всех. Ну, кроме главной девчонки, господи. Но здесь же находится, сука, второй вопрос. У нас Мирана отправилась за лотосами, то есть за воровкой, которая эти лотосы стырила. Каким образом Луна находит воровку, которая стырила лотосы, раньше, чем это сделала Мирана? Так, подожди. Она находит это примерно в то же время, что и Мирана? Нет. Они были рядом. Там, что Луна дошла до этого. Нет. Понимаешь, в том-то и прикол, что нет. Мудрец их швырнул куда-то в лес. Вот. Вот. Вот это я тебе дальше и хотел сказать. Что Мирана нашла, где лотосы почти, потому что она уже там рядом с мудрецом. Что Луна нашла воровку. А нашла она ее не просто так. А потому что... Как она ее нашла? Потому что ее... К ней их кинул инвокер. Он же не зря их кинул, подождал, пока всех вырежут, а потом обратно ее забрал. Он же мог забрать всех сразу. А, то есть хочешь сказать, что это он швырнул вот этих четырех эльфов к Луне? Да. Стал им время потрахаться между собой, чтобы потом она пришла и вырезала их всех, что ли? Ну, типа, вряд ли он... Вряд ли он рассчитывал, что ему покажут порно по его цветочному телеку, но... Он, кстати, заблюрил, чтобы не смотреть. Он приличный, приличный эльф. Но туда их забросил инвокер. И вытащить мог их он всех. Но вытащил только ее. Просто потому, что ему нужна была только она. Без друзей. Ну, как бы в любом случае, прошло 12 часов. Почему? Откуда Луна точно знала, что это именно вот эти твари? Так она не точно знала. Она пришла в лес к эльфам, потому что они видели, что забрал эльф. Луну направили поймать вора, а Мирану направили найти эти... Лотосы. Лотосы. А Луна, она видела эльф. Ближайшее поселение эльфов. Вот. Пойдем. Все. А тут ей инвокер под нос их кидает. Ну, там, в 12 часах будет теряна. Ладно, я думаю, мы дожили до вопроса. С лотосами. Давайте. Давайте. У меня есть... Я его вижу, но задайте. Нет, я слишком много говорил, я отдаю это все части Сереге. Давай, Серега. Давай. Мочи. Ну, лотосы, из-за которых, по сути, и вот развивается все действие на протяжении, там, с третьей по восьмую серию, находятся в никак неохраняемом месте. Что ты взял, что оно никак неохраняемое? А чем оно охраняется? Это центр Серебряного леса. В Серебряный лес нельзя входить. Никому, кто не верит в Селемины. Что значит нельзя? Запрет какой-то? Да. Оттуда всех выгнали, тебе это сказать, три раза. Всех из Серебряного леса выгнали. В Серебряный лес, в принципе, приходить нельзя. Это территория ордена. Если не веришь, тебя вырежут по дороге. Вот и все. Это самый центр его. А туда наша девочка смогла пройти только за счет своих магических способностей. А магические способности у нее от кого? И кто она, в принципе? Рояль в кустах. Дальше. Она как показывают намеки, но это не точно. То, что показано намеками в сериале, сейчас это будет для зрителя, то, что показано намеками и додумано, это неправда, не точно, этого нет. Но, предположим, что я вот эту фразу не говорил, и что это как бы драматургия, хотя так драматургия не работает. Все, что вы мне показали, этого нет в сериале, это сценаристика плохая. Так вот. Но в этой плохой сценаристике нам показали, что она местное воплощение мины. Вот и все. У нее способности мины. И поэтому она смогла в лес, в одно рыло пройти, и с ней никто не пошел. И никто и не пытался, потому что это лес под покровительством этой богини. Туда нельзя войти. В принципе, нельзя. Ну, вот это показано крайне плохо. Это сказано просто через слова. Это не показано. Это сказано через рот. Сказано, что нельзя пройти. Но, господи, правила нужны для того, чтобы их нарушать. Ладно, окей. Количество лотосов. Это вторая боль, потому что лотосов там растет добрая сотенка, а деваха... Сотенка? Я, дай бог, десяток насчитал. Ты что? Там весь пруд в этих лотосах. Еще внутри здания хухьерова туча лотосов. Там этих лотосов просто тьма тьмущая. Ладно, окей. Я пересмотрю. Я насчитал десяток, и мне казалось, что их десяток. И типа сперли три, четыре? Семь. Семь? И типа это много. Ну, а десятка семь, да. Это большая часть. А так там этих лотосов... Не-не-не, что остался десяток. Сперли семь, типа половину забрали. Нет. Вот. Ну, это вот... Нет, окей. Окей, я с вами не спорю, эти кадры не помню. Если было много, то... Зрители в комментах нам расскажут. Но все равно, даже если так, лотосы забрали, и какую-то часть силы забрали. Все. Ок. Ну, у тебя несколько сотен этих лотосов. Ты переполошилась из-за того, что тебя... Она не из-за этого переполошилась. Что она сделала, когда у нее сперли лотосы? По факту. Отправила за ними. Двух человек. Ересь должна быть наказана. Да, двух человек. А ересь-то не в этом. В чем ересь? Там об этом говорится даже. Потому что кто-то осмелился это сделать. Нет, ересь-то не в этом. Инвокер ей говорит по чесноку, что на тебя делают целую армию, как было в пророчестве. И у тебя сперли лотосы, как было в пророчестве. И ее жопу рвет у нее. Не из-за того, что у нее лотосы управили, а из-за того, пророчество гласит, украдут лотосы, пойдут на нее войной, начнет действовать инвокер. А это все и происходит по факту, прям по порядочку. У нее крадут лотосы, к ней приходит инвокер. Он говорит, на тебя идут войной. НДК. Ёп! Мать! Три действия из длинного пророчества, где в конце я подыхаю, уже сделаны. Вот и все. У нее поэтому ее кроют, а не потому, что у нее 7 лотосов сперли. Окей. Что это за лотосы такие магические? Ну, это, я так понимаю, лотос орб. Или это не он? Не, ну, лотос-то похож на лотос орб. Я посмотрел, но как бы их функционал именно в сериале нам не раскрыт. Но надо сказать, что это ее сила. И все. Больше нам ничего не сказали. Но. В игре есть лотос орб. Он на 5 секунд, по-моему, отражает направленные заклинания обратного врагов. То есть, насколько это будет как-то в сериале, никто тебе не скажет. а тому, как использовал их инвокер, это просто источники силы, потому что он их использовал для своих заклинаний. Если вы вспомните, он помещал их на чаши, и только так он мог кастовать. То, что кастовал. Это раз, как нам объясняли. А второе, нам просто больше ничего не говорили. Нам сказали, что это ее сила в чистом виде. Вот эту фразу инвокер сказал, что это твоя сила в чистом виде. Часть, которую у тебя забрали. Потом нам показывают, как он кладет их и кастует какие-то сложные заклинания, за счет чего там подглядывает или еще чего-то. А потом в конце он еще их использует тоже для того, чтобы с ними кастовать. И все. Ну, то есть, большего сериала-то и не рассказывал. Вот если бы он что-то рассказал, это было бы нелогично. Окей. А больше нам просто ничего и не рассказывали. Больше для сюжета-то и не надо. Ну, просто эти фотосы выглядят как какой-то МакГаффин. Ну, да, согласен. Ну, это мы говорим про банальную штуку в банальном сериале. Да, банально. Да, да. Чего мы придираемся действительно? Мы придираемся, это же такой подкаст. Он так и называется. Окей. А как он называется? Придираемся к мультфильмам. Как называется? Мультфильм. Окей. Четвертая серия. Поехали. Четвертая серия мне как игроку в доту понравилась, потому что там у местного драконоборца броня включалась по типу армалета. Он там прыгал со звуком, похожим на форстаф. У него такая невидимость там по типу сильвер-эджа. То есть, как-то такой задрот, я так немножко порадовался. То есть, чувак говорит, я 20 лет фармил. Кино фармил. При этом, как я понял, у него доспех просто состоит из кусков разных драконов. То есть, включается. Он берет такой вкл, выкл, как армалет, серьезно. Нет-нет-нет-нет. У него типа кираса из дракона хаоса, ботинки из ветрового дракона и так далее. Потому что ветровые драконы, если вы вспомните, с таким же звуком и так же летают, как у него ботинки. И цвета ботинки будет того же. Вот. Я думал всю серию, что сейчас его завалят и Dragon Knight заберет эту броню и будет машиной для убийства. А нет. Да блин. Там еще дизайн его брони немножко похож на ассалт кирасу, так что я прям удовольствие получу, но немного. Хорошо. Что вам потому что не понравилось в серии? Здесь мне не понравился предмет, который больше нигде не использовался вообще в истории. Предмет. Какой? Чувак дает им чешуйки драконов. Он использовался. Где? Она когда дерется с огненным драконом, у нее огненные стрелы. Если ты посмотришь, как она их клала в колчан, там есть этот момент, это наконечники чешуи дракона. Она сделала себе наконечники для стрел из чешуи дракона и он их ей дал. И поэтому она когда стреляет дракона, они огненные в нее. Это было. Просто я не понимал, допустим, откуда взялись огненные стрелы, тогда окей, тогда теперь понятно стало. Вот. Так, этот момент окей. Что еще? Мне поперло, знаете, со сцены, где богиня вырезает своих последователей. Ну как вырезает? Ну по одной, конечно, завалила свою последовательность. Я люблю тебя, Селемина. И я тебя. Так это не она. Там что-то странное было. Нам также показывали эту болезнь с дочкой. А, во-во-во-во-во. Эту штуку, кстати говоря, это очень странный момент, но эта херня работала как раз таки с богиней. Богиня прям всасывала жизненную энергию. Да. И с последовательницей, которую она захавала. Да, богиня забрала это. Это было видно. Я с тобой согласен. Но потом есть фраза террора Блейда, есть фраза врачей, что это болезнь, которая работает на всех подданных Селемины. На некоторых подданных Селемины. Это не типа не она так специально делает. Или же она это специально делает. Она это специально делает, потому что у этой девчонки не было признаков болезни. Она спрогрессировала прям буквально там считанные секунды. Поэтому у меня предположение возникло такое, что вот Селемина в корыстных целях, чтобы поддерживать свой божественный статус, должна своих последователей кавать. Но ее дочка перетащила на себя ту же самую способность. Из-за чего? Из-за того, что поскольку в нее никто особо не верил, она никого не пожирала, то она поэтому и померла. Может и так, но мне с дочкой показалось все намного банальней. Она просто хотела вернуть себе дочь и инвокера и приперла инвокера к стенке. То есть то, что она у нас а-ля манипулятор, довольно банальный. Поэтому ее дочка сдохла. Так ей пофиг. Ну ей похер, да. Да, но она хотела перетащить инвокера так и собиралась просто на свою сторону привлечь. А не сложилось из-за дочери. И она уж просто ушла. Окей, все, ок. Теперь, Серега, давай твой вопрос. Когда инвокер кастовал там на озере, он после этого постарел. И он, по-моему, свою старость восстанавливал с помощью лотуса. Я не помню этого момента, потому что постарел и вымотался, помню. Вот, он как-то себя омолаживал. Он высосал жизненные силы из окружения. Да? Там все окружение прям пожухло, потеряло свой цвет, стало серым. Ну, это как раз такие правосасывания жизненные силы и восстановление вот этой молодости и всего остального. Но у инвокера такого спыла не было. Восасывания жизненных сил? Да, нет у него такого спыла. Инвокер. Да он там не кастует свои спылы. Я еще сидел, думал, что сейчас на них напал луна. Сонстрайк долбанет. Да, да, он долбанет Сонстрайк. Я такой не понимаю. Ну, и мимо. Ну, ладно. Давайте, что еще в четвертой серии? Мои вопросы закончились. В принципе, тоже. Хорошо, поехали в пятую. Что, Артем, что по пятой? Что было, что не было? Господи, пятая серия это серия тоже, которая является лишней. По моему мнению, поскольку у нас вся пятая серия состоит из побегушек и реплис с драконами. Это все, что происходит в этой серии. Подожди, нам показывают насколько влюбилась эта серия это где они дерутся с драконом как раз таки, да? Да, 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 да. Где у нас... Нам показывают насколько влюбилась в него Миран. Давайте уточнять. Она не могла в него влюбиться. Она влюбилась в его драконий меч. Нет. В него она влюбилась. Это раз. Нам показывают его смертельную и смертельную опасность его нам объясняют смертельную опасность для мира. Нам объясняют парочку моментов с миром как работает мир. И драконы через рот пытаются нам еще лору накинуть. Не очень получается. Очень не получается. Прикинь, сколько они бабла в дизайн драконов вложили. Ну, да, он мне не очень нравится. Некоторые драконы не нравятся. Некоторые нравятся, некоторые нет. Но прикинь, только денег. Ну, да, вот этот вот драконий мыс или как он там даже... А еще, наконец-то кто-то упал с большой высоты в мультфильме. И что-то сломал. И такой, о, переломы. Нагонец-то. Главный герой. Главный герой. У главного героя было разорвано легкое и сломаны ребра. Если ты не помнишь, в конце серии об этом сказал инвокер. И они умирали. Но он такой, типа, спать, завтра будет как новые. Но только прикол в другом, что она пошла драться и она там уже получила повреждения легкого и бедер. Ребер. Не, подожди. Это, во-первых, нам не объяснили, где она получила? Может там, может не там. Ну, поверь, когда у тебя разбито легкое, ты не будешь скакать по деревьям и стрелять огненными стрелами в дракона. Давай так, во-первых, я не принцесса Луны. Да будь ты хоть жопа мира. Не получится. Во-вторых, во-вторых, у меня нет волшебного лука. Который, что ли, чинит тебе легкое, что ли? Ну, неизвестно, какой у него там болевой порог и так далее. Поэтому я бы на это не застрял внимание. Тем более, это мультик. Имеется в виду, что там, может быть, это преодоление и так далее. Ок. Марсе было жалко. Марсе было жалко. Но они дошли к своей цели. Нам показали их взаимодействие, нам дали лор. Можно ли было этот момент, как и все остальное в сериале, показать лучшие сцены и лучшим набором сцен? Да. Определенно. Да, безусловно. Но выполняют ли свою механику эти сцены? Да выполняют. Плохо, но выполняют. Так что, ну, ок. Сергей, что ты скажешь? Расскажите мне по поводу выделывающихся драконов. Если я хорошо помню серию, то драконы на своем этом пике рассказывают про то, что вот этот товарищ, который сейчас у нас в ДК живет, он типа сойдет с ума, переродится и уничтожит нафиг весь этот мир. Чего ему раньше мешало? Почему он раньше не уничтожил? Потому что он сойдет с ума. У него, когда крыша поедет. Да. Это даст ему огромные силы? Так у него и так были огромные силы уничтожить мир. Так а че он его не уничтожил? А зачем ему его уничтожить? Уничтожать? Он убивает, потому что им хочется хавать. И все. Он не убивает, потому что он злой. А когда у него крыша поедет, вот тогда да, тогда всем актом. Да, то он просто и так не, скажем так, не производит впечатления адекватного дракона на самом-то деле. Почему? Ну, хотя, кстати говоря, он поступает внезапно логично в определенных моментах. Ну, вот, допустим, тот момент, когда он разговаривает с драконоборцем, и там от него такая пафосная речь. Нет, там просто плохой диалог. А вы заметили отсылку на его вот эту реплику про этот, про испуг? Я чувствую запах испуга. Нет, это запах моего гнева. Когда вот это он сказал. Это было два раза. Это было в сериале дважды. А потом это сказала Луна. Это же сказала Луна, когда разговаривала с Селемины. Луна, это дракон. Луна что-то знает. ДК подсадил ей частичку. ДРАКОНЧИКО ГОВОРИТЬ. Так вот. Что еще, Серега, у тебя было? Этот момент мне очень сильно не понравился, потому что серьезно. Мы тебе его объяснили. Это адекватно дракон? Дракон говорил, что я там уничтожаю миры и тебя уничтожаю. Он не говорил, что он уничтожает миры. Что он сказал? Он сказал, что он сжигает государство. Сколько их там? Много, наверное, не знаю. Окей. Сейчас пойду сожгу еще одну империю после эпидемии. Ну, с его речью мне показалось, что он и так как бы хочет всех там поработить, уничтожить и так далее. Никто такого не говорил, что они плохие. Не-не-не-не-не. Не было там такой речи? У меня сложилось такое впечатление. От чего? От этой речи. От его речи. Странно. Ну, окей. У меня нет. Артем, у тебя? У меня по пятой серии тоже особо нет. Я высказал свои претензии. Окей, хорошо. Что-то еще? Морская болезнь. А в конце четвертой она началась, в пятой она прогрессирует. Да, плохая анимация, которая режет глаз. Хорошо. Шестая серия. Господи. Шестая серия. Господи, это была серия полноболи. Рассказывай. Боли и страдания. В шестой серии нам показывают конфликт между тяжело бронированными ребятами, которые пошли вырезать эльфийские народы, анклавы, которые заперлись в лес и их там насували. Потом они возвращаются побитые и стерзанные. И великая вероятность, что им снова насуют. А главная маджахетка в виде луны просто расхерачивает весь лес. Херам. Не так это было. Подожди, не так. Я просто опустил парочку моментов. Там просто очень сочный диалог между ней и богиней. Вот. Вот это вот это главное. Богиня дала им силы. Очень много силы. Окей, окей. Да, и этот. И наслать ковровую бомбардировку на лес тоже. Да, тоже дала им. Это скилл луны. И это прикольно работает. Это ее скилл. Ладно, окей. Но здесь просто диалог божественный. Логика богини. Эта луна приходит к богине и говорит, я боюсь, что типа, я боюсь своей жестокости, своей жажды крови, что я сейчас могу там поубивать. Богиня говорит, я возложила на тебя свою, на эту миссию. Ты обязательно с ней справишься. Сделай то, что я хочу. Типа, читался контекст. Будь собой. Типа того. Она и так и сказала, будь собой. Это во второй части. Короче, луна пошла, вырезала нахер всех, вернулась. Богиня, я молодец. Ты толпанутая. Ты убила моих последователей. Никто мне не благословит. Я просто хотела, чтобы ты была с собой. Подожди. В детстве так не было. Так богиня специально это и сделала. Она же сделала это специально. Она же в конце, когда уходила, сказала, теперь ты будешь искать путь, чтобы искупить свою вину. Просто это настолько странно. Богине нужно было, чтобы она всех вырезала. Она всех вырезала. После этого богине нужно, чтобы ее последовательница, во-первых, не получила, не стала от нее требовать какую-то награду. Во-вторых, чтобы она дальше была ей очень верна. Она это сделала через вину. Ровно так же, как она делала это с Мираной, через вину. Она так же, как она делает это с Инвокером, через вину. И ровно так же, как она это делала со всеми последователями, через вину. Если вы посмотрите на сериал, она всех всегда в чем-то винит. И в этом случае она тоже этот же мув провернула. Это газлайтинг. Ровно так же, как она сделала это с Инвокером и дочерью, когда она говорила, что это твоя вина, что она болеет, и ты от меня ушел, и в меня не веришь. А, типа, это не я на нее насылаю болезнь. Ты виноват. Ровно тот же самый мув, что и с Луной. Где ты всех убила, это ты виновата, что ты всех убила с моей силой, а не я тебя послал убивать. То же самое. И где она, Инвокер также говорит, искупи свою вину. И где она, Луне говорит, ты будешь искупать свою вину. Типа, персонаж действует так, как действовал всегда. Я, здесь это именно не претензия, это просто очень забавный момент. То есть, насколько это странно и забавно выглядит. Вот то, что это банально до жути, вот это да, это прямо такой, типа, чё? И Луна на это поведется, типа, серьезно, она такая, типа, да, да, блин, я плохая, прости меня, мои богини. Вот это было очень странно. Вот такая сценарная работа, это очень плохо. Это первая часть серии, и есть еще вторая часть серии, в которой у нас инвокер разговаривает с Миной, этот, с драконьим рыцарем. Ну и да, все, вот с ними двумя. И они здесь пытаются объяснить механику работы мира. Подожди, во-первых, мне очень нравится разговор инвокера с богиней, с Селеминой. Мне очень нравится разговор, когда он пришел, трахнул ее, так еще и наебал, и ушел. И это было так классно. Я такой, да, мужик! Прямо провернул, дважды. Но, но то, как они объясняли мир, да, это больно. А я, слушайте, чуваки, у меня вопрос такой, там он сказал про четыре базовых элемента, ну, я понимаю, что это там воздух, огонь, вода, земля, ну, допустим. Да. И еще четыре базовые силы. Что такое четыре базовые силы? А тебе их объяснят дальше, потому что тебе сейчас их и не объясняли. Это то же самое, что тебе потихонечку рассказывали лорд, не знаю, в Хантер и Хантер, где тебе объясняли, что такое Нен, но виды Нен тебе объяснили далеко не сразу. Вот то же самое и здесь. А четыре базовые силы это интеллект, сила и ловкость. А где четвертые? Плюсики. Подожди, их три. Всего семь. Всего семь элементов. Нет, он сказал восемь элементов. Семь элементов, семь драконов. Драконов восемь. Драконов восемь. Хорошо. Семь королевств. Семь небесных королевств и семь королевств подземных. Все они держатся на восьми столпах. Это четыре базовые силы и четыре базовых элемента, четыре базовые силы. Все это вместе заключено в душах древних драконов. Меня убивает здесь фраза, типа, семь небесных королевств и семь подземных, которые постоянно дробятся. Это, типа, что, отсылка на новые катки в доте, что ли, постоянные? Или что это? Ну, вообще, была такая теория, раньше такая теория была в комьюнити, что да, это так и есть. Но! Но! В описании к какому-то герою, кстати, это тоже есть, по-моему, в описании этого Элдер Титана или Вивера, что-то подобное имеется. Но! Тот лор, который нам не рассказывали, его расскажут потом. Так к этому надо относиться. Это так же про силы. Здесь есть вопрос к душам драконов. Если мы представим, что у нас дохренища каких-то измерений, ну, насколько я так понимаю, что это такая мультивселенная определенная, и все эти столпы, они одинаковые и содержатся в восьми драконах. И драконы, я так понимаю, представлены как вне времени и пространства. Там и был на это намек. Ну, там был на это намек, но как это работает, не было. Ну, короче, просто, а как тогда убить драконов? Надо их убивать в каждом мире. Они живут в каком-то конкретном мире. Почему именно кребаные драконы? Как это вообще работает? Здесь огромнейшая дырень, просто которая непонятно... Это перекочевало из Варкрафта. Насчет того, где там дырень. Смотри, давай по порядку. То, что драконы олицетворяют с собой эти силы, окей. Это, возможно, вполне, типа... Здесь я и не вспомню. Какие-то божественные сущности, которые... То, что они могут одновременно существовать во всех мирах или не существовать, тоже, ну, не дыра. Ок, так вот тоже бывает. Вспомним любую буддийскую... Любой вид буддийской мифологии. Окей. Теперь, где дыра? Где именно находятся драконы и как они там находятся? Они одновременно везде или в одном месте? Нам на это есть намек через Terrorblade, который именно в одно измерение приходит. И потом говорит, может быть, сделаю то же самое в другом измерении. И все. Ну, окей. Но не объясняют. Ладно. Странненько. Но эта механика нигде и не работает в сериале, поэтому и не объясняют. Поэтому тоже не особо-то дыра. Она не работает механика. Ей не пользуются. Потом. А вот как работают души драконов? Ну, это вот к тому же вопросу про вот этот круговорот душ и где должны они находиться, пока вот это вот все, пока они перерождаются или пока спят. Вот это вызывает вопросы. Потому что то они здесь, то он находит ее в озере. Значит, там было ее тело, пока она спала. Значит, проекция ее души, пока она спит, находится там. А раз дракон в теле у нас, то, наверное, душа заключена в теле. Ну, или же она не в теле заключена. Ну, то есть вопросы, разночтение вызывает. Это странно. Окей. Что еще у тебя есть в этой серии? По шестой. По шестой? Ну, по-моему, у меня все. Я прорался с драконов здесь в первую очередь. Хорошо. А, 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 вот что меня заткнуло к вопросу про лотосы. У нас инвокер говорит, что типа Селемина, лишившись семи лотосов, потеряла свою силу. Теряет часть своей силы. Потеряла часть своей силы. Не всю, часть. Ты теряешь свою силу, он говорит. Ну, типа семь лотосов из двухсот. Ну, грубых двухсот. Это настолько критично, что она теряет там дохерища своей силы. Ну, может, по которому она вытягивает. То есть, нам же механику не объясняют. Ну, поэтому это проблема. Да, да, согласен. Серега, что у тебя к шестой серии? Да, в принципе, все обсудили. У меня конец сезона вообще кажется таким смазанным. Там как-то нагромождение вот таких вот действий серии типа у нас осталось много контента, нам нужно как-то его понаписывать. Вот тут они сделали большую ошибку, но это раз мы поговорим в конце, ну, в конце подкаста. О том, как надо заканчивать первый сезон. Они сделали не то, что должны были. Окей, давай в седьмую серию. Как, ребят, вам седьмая серия? Такой вздох. Седьмая серия это история инвокера. Девочка миленькая, ее жалко. У меня был ко всей этой серии вопрос один. Нахера нам показывают предысторию инвокера? Потому что инвокер главный антагонист у нас в сериале. С учетом того, что у нас большую часть времени инвокер себя как таковым не показывает. Как таковым это каким? Он не показывает себя антагонистом. Показывает. Инвокер развязал войну, убив кучу людей. Точнее, кучу эльфов. Очень хороший мужик. Супер. Вот прям лапочка. Подожди, подожди. А какими он действиями развязал войну? А кто пришел и рассказал Селемины про то, что против нее заговор готовится? Кто пришел и сначала ее вынул, а потом наимал, и сказал, что заговор идет, и ты вообще, и лотосы у меня, и вертисты дальше. И она после этого начинает паниковать? Кто все это сделал? Ну, знаешь, как бы можно было по-другому отреагировать. То, как отреагировала Селемина, тоже вызывает определенные вопросы. А это я объяснил уже, и это объясняет сериал. Есть предказания, по которому, если эти три события происходят, дальше-то она умирает. Там буквально, по-моему, пять или четыре события, где пятое или четвертое, она умирает. Она поверила в то, что там что-то собирается, даже не выслав никакой разъясниче. А что ей верить? Смотри, у нее есть предсказание, которое говорит, лотосы сопрут, по факту сперли. Инвокер придет, по факту пришел. А пришел, потому что лотосы сперли. Она так и говорит, что, типа, ты пришел, лотосы у тебя, ты ко мне пришел, потому что у тебя лотосы. Да, но это же и предсказание. Потом, ей это говорит инвокер. Она богиня, она может проверить, наверное, не знаю, может и не может, там это не объясняют. Но после этого она отправляет свою армию, и там реально есть армия против нее. Не было, и там армии против нее. А полководец кого собрал в лесу? Против кого? Они все собирались. Это не ополчение местное. Это, типа, не местные убежавшие. Это целая... А вот это и странно, откуда взявшиеся там ренегаты, которых опасаются даже местные, которые... Местные их не опасаются, подожди. Они говорили, мы туда сами не ходим, в этот лес, потому что, ну его нахер. Он хотел сыграть Сусанина, это раз, а во-вторых, он сказал, мы своих не сдаем, ты хочешь, чтобы я сдал тебе свою семью и свою кровь. Это один момент, но он говорил, что мы туда из деревни, мы туда в деревню не ходим. Ну, в принципе, блин, темное место. Вот у тебя есть здоровый лес, и в нем есть стремное место. Где ты... Да, в котором живут ренегаты. Там, подожди, никто не говорил, что они там живут. Там стоит, наверное, в полках или что-то еще. Нам не показали жилище. Просто в этом лесу была их армия. Он пошел их ловить, ну, точнее, искать, и нашел рядом с этим местом. Самым темным местом, куда никто не судится, чтобы их там найти. Если бы я прятал полк войск в лесу, и знал бы, что в лесу есть темная хрень, куда никто не ходит, я бы там его и прятал. Ну, это довольно логичная штука. Но заметь, заметь, там мы не знаем их численность, но судя по тому, что их вырезали довольно быстро, я не думаю, что их было много. А тут мы не знаем, сколько их было. Потому что, если вспомнить кадры, которые были, Луна своим ударом с неба выжигала там, типа, двадцатки. А ударов она сделала очень много. Она буквально провела ковровую бомбардировку. Это ковровая бомбардировка. Да. Каждого, что ли, высекать? Нет, конечно. Она просто по площади выжигала. Это ковровая бомбардировка в средневековой войне. А значит, сколько их там было, мы не знаем, их там было много, может быть, потому что зачем тогда бомбить весь лес, если их много? Как хрена, он что, за каждым бегать, что ли? Подожди, зачем бомбить весь лес, если их мало? Вот и все. Блин, они все равно представляют эту угрозу. Их надо выжигать. Вот. А ты думаешь, когда маленькие отряды во Вьетнаме, когда во Вьетнаме выжигаются леса. И вот мы с тобой возвращаемся к тому, о чем говорили. Инвокер все это развязал. Он, во-первых, он антагонист, во-вторых, он играет скрытого антагониста. Ну, прямо скажем, мотивация в виде умершей дочери, ну, окей, окей, ладно, считывается. Но при этом нахера развязывать войну, которая погрузит в хаос всех? А как убить богиню? Призвав злющего демона, который уничтожит все вокруг? А он смог это сделать только одним мувом? Каким? Он же для этого сделал, только ему для этого нужен был мув из двух частей. Я немножко не понимаю тебя. Для того, чтобы призвать демона, ему нужен был, нужны были лотосы, один у него, другой там, потому что, как ты увидел, демон призвался внутри этого храма только за счет лотоса. Ему нужно было, чтобы демон внутри храма призвался. Для этого ему нужно было сначала себе лотосы, зато получить, заколдовать и отдать обратно. А как это сделать? Вообще, на самом деле странно, что чувак вытаскивает из демонической тюрьмы демона с помощью лотосов. Так лотосы, ну, мы уже с тобой обсудили, что возможно, нам это не объяснили, это очень плохо, но возможно. Лотосы, это просто батарейки с силой. Ему нужна была батарейка с силой в нужном месте, чтобы террорблейд пришел. Это раз. Во-вторых, ему нужно было еще два мува. Я неправильно говорю, ему нужно было три действия. Первое, их перечисляет террорблейд, кстати, в конце. Он перечисляет все, что сделал инвокер для того, чтобы это случилось. Первое, он перебил всех последователей, чтобы в нее никто не верил и забрал у нее так часть силы. Он получил себе лотосы, заколдовал и вернул. И он заполучил поддержку торговца и какой-то артефакт от торговца, с помощью которого, видно, освободил террорблейда в итоге и смог. Потому что он подосветает этот кристалл и говорит, у меня есть. Да, вот это, кстати, тоже непонятная штука. Ну, как это работает, да, непонятно, нам не объяснили. И это косяк, что не объяснили, косячина большая. Но он сделал три мува тайных, чтобы в итоге эта шахматная партия сыграла в его сторону. Чтобы богиня осталась без поддержки своих последователей и чтобы на ее территории, куда, ну, видно, было трудно попасть, появился демон, у которого есть ограниченное время на пребывание, пока есть затмение. Затмение проходит, демон исчезает. И все. Ну вот. Он же не исчез. Он растворился буквально, когда луна появилась. Нет. Террорблейд буквально растворился. Серега, помнишь этот момент? Нет. Так, сейчас. Открывайте, смотрите. Давай сейчас поглядим. Вы когда про бомбардировку леса говорили, у луны такие ульта, она бьет по целям. Если это хоть как-то, скажем так, отражено в сериале, то получается, что каждый отдельный луч, он бьет. Нет-нет-нет. В сериале есть четкие кадры, где она просто своим скиллом придавливала к земле человека одного. Ну, это как в игре, ну, со станом. А есть четкие кадры, где вот именно ковровая бомбардировка накрывает сразу отряды. А то, что Террорблейд исчезает, посмотрите. Да, действительно, исчезает. Но я думал, он куда-то свалил. Нет, он же говорит, время вышло, что-то такое, типа про время, и исчезает. То есть, нужно было, чтобы все эти события вместе совпали, их все устроили. А что значит семь душ в обмен на одну твою? Объясните мне вот это. Потому что одну душу дракона он уже спер, одну душу инвокера ему уже отдал, еще одного дракона, и осталось еще шесть душ дракона. Инвокер валит драконов и отдает их Террорблейду, а Террорблейд за это убивает Селемины. Окей. Окей. Тогда это стало понятно. Вообще, на самом деле, здесь, знаете, о чем я не понял? Каким образом инвокер завалил древнего дракона? То есть, мне, честно говоря, очень слабо в это поверилось. Точнее, не поверилось вовсе. Чтобы в одиночку это сделал. Может, объясните мне, может, это как-то скилами прониктовано еще какой-то херней. Давай так. Инвокер древнейший маг, который суперсильный. Ну, типа, чувак держит огромную башню, недоступная никому тысячи лет. Раз, и он взвольнул дракона. Давай так. Дракона такого может вольнуть даже вот тот чувак в доспехах. Помнишь? Угу. Он же, ну, почти поборол красного дракончика. Огненного. Поэтому, видно в своей физической форме драконы, ну, не такие уж и супер-пупер-крутые. И Террорблейд чуть двух не завалил. Поэтому, тут драконы, они на уровне, драконов. Бомжей, понятно. Ну, драконовское имя, когда ты прокаченный. Понятно. Поэтому, типа, по логике мира все работает. Как бы Террорблейд два их завалил. Чуть ли не в Соляново. Причем, без своей физической формы. Спокойно. Окей. Инвокер инвокер еле-еле трусы серии завалил одного. То есть, он слабее Террорблейда. Поэтому Террорблейда он и зовет убить богиню. Видно, богиня сильнее инвокера. Ну, не видно, так и есть. Все работает. Все окей. А драконы тут, ну, типа, так. Ну, поскольку я не знаю предыстории персонажа, поэтому мне как бы тяжеловато было это воспринять. Не, ну, если он древнейший маг... Я сейчас основываюсь именно на том, что рассказали нам в истории, не в доте. Потому что в истории он говорит, тысячу лет жил, тысячу лет назад мутил селемины. Значит, жил еще и до этого, хрен знает сколько. И он там несколько раз говорит, что древний маг, древний маг, древний маг. Это вот все, что я основываюсь именно на этом. Или мудрец, да. Поэтому эскалация силы норм. Единственное, что все суперсильные существа, на которых стоит местный мир... Убиваются по щелочку пальца. Да, убиваются к каждым левым прохожим. Даже пенчуга местный хотел пойти спящего завалить. В принципе, под силой террорблайда он и завалил. Да, он и завалил. Ну вот, как-то так. Как-то херово столбы держатся такие, шаткие они. Но на самом деле, вспоминая доту, там кроме... Вот теперь вспоминаю лорд доты. Там кроме этих столпов еще так много чуваков, которые сделали этот мир. Типа есть вивер, такой паук. он типа ткач вселенной. Есть элдер титан. Он типа создает миры. Есть там еще много чего. Ладно, я понял, можно закопаться. Да, поэтому, ну, драконы-драконы. Окей. Есть Зевс, а у него есть кровь. Да, есть Зевс, есть Марс. Ладно, есть кому еще что сказать по седьмой серии? Восьмая серия, давайте, или по седьмой что-то есть. Ну, вот кем пытаются выставить инвокера? То есть вот эта вся линия с девочкой, это для того, чтобы показать, что из серии... Ну, это получается у нас основной, скрытый антагонист. Сначала скрытый антагонист, который в конце раскрывается, и которого делают а-ля Мстюна. Все. Ну, то есть вот как-то так работает. Окей. Так, восьмая серия. Ура, финал. Да, финалочка. Мы наконец-то до этого дошли, спустя два часа времени. Ну, что по восьмой серии, ребят? По поводу восьмой серии, то, как он исчезает в конце, ну, не знаю, немножко не читается то, что он исчез, в принципе, из этого мира. Так он это и сказал. Может быть, сделаю еще раз в другом мире. Он прямо это сказал. В другом мире, ну... Или в другом измерении. В другом измерении, да. Но он же не сказал, что я сваливаю из этого, чтобы пойти куролезть в другое. Может, у него нежная кожа и не выдерживает свету. Нет, ну, окей, даже если так, даже если он, вот, по вашей логике, остался, просто тэпэхнулся куда-то. Ну, ок, и чё? Ну, да. Ну, и чё? Ну, тэпэхнулся, тэпэхнулся. Ну, и чё? Главное, он наказал богиню. О, стэпэ. Блин, стэпэ прям прикольная штука. Чувак, который телепортировался в первой серии. Да, да, да. И пропал на семь серий. Ты такой, а он, Анжи, его не убило? А где он там? Он же так молился о том, чтобы он выжил. Да, 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 я такой, блин, блин, забыли про него. А потом он появляется, и я такой, а, видно, он на главную базу пошёл, а этот чувак попал на аванпост. Всё ясно, тогда хорошо. Меня, знаете, чего позабавило? Вот у нас ситуация, да, то есть, ну, здесь такой, наверное, главный вопрос, и там ещё один мелкий вопрос и один просто орное замечание. Короче, главный вопрос, вот когда вот эта красная луна наступила. Когда там бабка начала мутировать в этого Террор Блейда. Где была в этот момент богиня? Хрен ли она там насидела на шпиле? Так она не сидела на шпиле, она за этим всем наблюдала. Почему она не стопорнула всё этот процесс? Ну, во-первых, мы не знаем, как работает этот процесс. Может быть, это как с киндер-сюрпризом. Она такая в бабку ткнула, он бы до конца вылупился сразу, и всё. Превращение в Сейлормон. Просто это настолько странно. Ты могла эту херню завалить, пока она вот рождалась. Нахера ждать-то было? Во-вторых, давай дальше думать. У неё отбирают силу, и она не может свидаться ни с одним из своих подданных. Ну, я бы на её месте как бы пытался дозвониться. А потом смотрю под ноги, и ко мне приполз таракан. И такой, а, чёрт! Ты его начинаешь бить, а потом он тебя накрывает. Ну, это примерно такая ситуация. Вот. Но это я оправдываю. Это я оправдываю. На самом деле, это плохо сделанная сцена. Ну, просто не работает. Ваши вопросы оправданы, ребят, да, в этом плане. Сергей, или Артём, что ещё есть по этой серии, по последней? Смотрите, и меня очень позабавило, что всемогущая, великая богиня очень быстро слилась. А там все бои довольно быстрые. Они не размениваются на, типа, тучу. Ну, во-первых, это тоже денег мало. Во-вторых, как по мне, это норм. Ладно. Лично меня уже прям очень надоели анимехи, где бои... Вот первое. Бои, которые нелогичны. Вот вспомним бои в Ферритейле и бои в Наруто. В Наруто есть боевая хореография и логика боя. В Ферритейле у нас, типа, кто громче орёт, тот и выиграет. Но это ужасно. Не люблю нелогичные бои. Но я готов терпеть нелогичные бои, если они динамично сделаны и длятся, как в Доте. Ну, как... Правда, чтобы они ещё санимированы были, как... в Атаке Титанов. Хотя бы. Вот, но... Что? Правда, хотя бы. Потому что в последнем сезоне мне не очень нравятся бои. Они очень красивые, но из-за того, что народ спешил, они не вытягивают по монтажу. Но это отдельная история сейчас. Фанаты Атаки Титанов придут. Не надо. Я люблю ваш тайм. Мы ещё фейт хотели обсудить. Не надо. Там человек уже пришёл, написал большой пост про фейт. Он маленький по сравнению с фейтсом. Засуживает большего поста. Скинь потом. Хорошо, скинь. Так вот. И вот в этом плане небольшой зрелищный бой, в котором нету логики, по-моему, намного выгоднее, чем длиннющая простыня без логичного боя, где просто все орут и кидают экспозицию в лицо. Я с тобой согласен. Да, это хорошо работает. Но понимаешь, когда нам весь сезон худо-бедно говорили о том, какая-то крутая богиня, что она всех там на одном месте вердит. И тут вот такая древняя демонюка. Ожидаешь какой-то такой эпичной зарубы. А в итоге всё пшик и заканчивается через полторы минуты. Прикинь, вот я более чем уверен, что то же самое говорил режиссёр-продюсеру. Когда продюсер говорил, у тебя на эту сцену есть всего лям, там не знаю, нет, лям много, да, наверное, получается. Всего тысяч тридцать долларов. Он такой, что? Ты такой, ну, всё остальное ты уже профукал в других сериях. Он такой, ну, там же большой демон, там же богиня. И мы такие, нет, 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 денег уже нет, давай быстренько там это закончи за пять секунд. Просто это выглядит, как потасовка дворовых ребят, которые шапками кидаются, что-то там поделали. Поделали, и на этом всё закончилось. С другой стороны, с другой стороны, там показали почти все скиллы Террор Блейда. Это было прикольно. Это да. Так бы во всех сериях было бы вообще замечательно. Я ещё обратил внимание, у Террор Блейда и в игре, и здесь он не держит своё оружие. Заметили, что там ручки нет? У него просто такая выемка полукругами, и там он руку свою держит, и она как бы остаётся. И он замыкает вот в эти выемки, как раз-таки Аселемин. Я такой, о, они тоже обратили на это внимание, какие молодцы. Хоть где-то. Хоть где-то молодцы. Вы радовали Демаса. Окей. Там был просто ещё один был момент. Короче, маленькое замечание было Луны. Короче, претензия Луны к Мине. Мине, типа, ты замешкалась и упустила ей воровку. Но в сцене, когда... Да, да, меняюсь. Был диалог между Луной и Мираной, где Луна обвиняла Мирану в том, что она упустила воровку. Хотя в сцене было чётко показано, что Мирана не замешкалась. Так Луны там не было, подожди. Там и не было Луны, чтобы она всё это видела. Ну да, да, да. И Мирана-то ей говорит. Мирана ей дальше говорит, не пизди. Да, типа, не вешай свои ошибки на меня. Ну и всё, всё норм. Ну, просто это несколько странная такая претензия, которая... Да это часто. Ну, то есть, довольно стандартное поведение подобных людей, которые хотят видеть вину во всех, кроме себя. Ну, окей. Я буквально в пятёрочке сегодня такую повстречал на себе. Ну, окей. Серёга, что у тебя к восьмой семье? Сейчас. Дай последний момент. Ну, блин, прости, дорогой. Давай, шаг. Прости, прости, прости. Короче, был очень орный момент восьмой серии, когда я просто выпал в ха-ха такие, когда вслушался в песенку, которую поют дети. Не-не-не-не, про песенку я отдельно скажу, не про детей. Вот давай ты. Просто, просто, кругом куча толпа народу, толпа вот этих ордена Чёрной Луны, солдаты Чёрной Луны, все ходят рядышком, а дети поют песенку про свою богиню, которая как бы типа в контрах Селемины. Да, это было, это было, и правда, вот я сидел со мной, люди сидели и говорят, типа, блин, что происходит, они прям при солдатах-то делают. Как это объясняют сценаристы, не знаю, ну, окей. По-моему, небольшой косяк такой, типа. Они за счёт этого хотели подать атмосферу того, как классно и круто сидит эта баба, забыл имя, на ветке со своим капюшоном. Кстати, Серёга, ты выкрепил, что это Верка? Вот сложно. Ну, это Верка. Потому что я думал про Верку, думал про Вингу, короче, я сидел и перебирал персонажей, Серёга, кто бы это мог быть? Не-не-не, Винга – это принцесса ангелов, которая отрезала себе крылья, и за ней же пришёл её любимый ангел. Я ходил, читал ложь специально. А вот Верка – это как раз-таки, можешь прочитать, что это принцесса эльфа, блям-блям-блям, ну, все дела. Это вот как раз вот наша... Сегодня будет интересно играть в доту. Всё, возьмём себе пик из аниме. Аниме пик. Ага, ДК, дровка. Какая дровка? Там не было дровки. Так ты ничего с того говорил. Дроу Рейнджер, ты сейчас говоришь. А я тебе говорю про Верку, Виндраннер, Зелёный плащ. Не, короче, судя по-кому, который я читал, вроде как говорят, что судя по акценту на её способностях, что она там реинкарнация вот этой богини. Что, возможно, её вот сейчас добавят. Что типа полюбасик добавят её, по-любому добавят Селемины. Добавьте Марси, блин. Не Марси. Марси, я готов поиграть. Поднимает этого союзного героя на плечи и тащит катку. Союзного. Лучше как она, если Джон Сина поднимает сражеского героя на плечи. И несёт под тавер этот. Но вообще, по-моему, вот эта девочка, это Виндраннер. В Зелёном плаще, помнишь такую? Можешь сейчас загуглить. Ничего тебе не скажу на этот счёт. Вот. Что-то ещё у тебя есть в восьмой серии, Сергей? Ну, они её сделали, скажем так, попытаясь забайтить. На следующий сезон я её просмотрю. Нет, нет, нет. В этом-то и прикол. Вот то, что я хотел рассказать в конце. Ну, как раз конец подкаста. Когда у вас есть первый сезон, самый первый сезон, экспозиционный сезон, стандартное его деление, которое сейчас вся японская школа соблюдает, многие корейские авторы соблюдают, он у вас экспозиционный, и он должен завлекать дальше. Но он должен завлекать дальше началом ещё одной сюжетной арки. А вот то, что сделали авторы, это они сделали а-ля, как делали в «Игре престолов» в серединных сезонах. Вот если вы вспомните «Игру престолов» как такой немного эталонный сериал в этом плане, первый сезон заканчивался началом следующей арки, а третий сезон заканчивался как вот здесь, когда много херни произошло в мире. Мы такие, блин, а что из этого сложится дальше-то? Это работает, когда зритель уже привязан к истории, привязан к героям. Ему интересно, что станет с героями дальше. А когда зритель не привязан, в начале первого сезона он ещё не совсем привязан. Мы не знаем нормальной экспозиции всех героев до конца. Вот на этом этапе нужно начинать новую арку сюжетную, чтобы героя утягивала сюжетом дальше. Не обещанием развязки и завязки новой арки, а прям аркой новой. Вот так работает сейчас большинство азиатских сценаристов хороших, которые делают аниме многосерийное. Как-то так. И вот это очень большая ошибка. То есть они сделали мув, который видвидно подсмотрели в «Игре престолов», что они ещё там кое-что подсмотрели из «Игре престолов», я сейчас скажу. Но этот мув они сделали из серединных сезонов. Из серединных. Нельзя это делать. У вас первый сезон, это так не работает. Вы намотали непонятный клубок, который зритель, который бы уже погружён был в ваш сериал, захотел бы распутать. А зритель, которого вы только пытаетесь погрузить, он такой, что за п*** на экране произошёл? Ну и пофиг, я запутался, не хочу смотреть второй сезон, там, видно, будет ещё какая-то ездить, ну его нафиг. Вот. И так лучше не делать, это всем будущим сценаристам. А теперь про мув с «Игре престолов». Вы заметили, что там есть основная драматическая тема для драматических событий, которая с задней своей партией музыкальной, один в один, музыка из заставки «Игры престолов». «Я не смотрел «Игры престолов», и я не знаю». Вот включи основную партию «Игры престолов». Ну да-да-да-да, типа «ту-ду-дум-дум-тум». Там есть партия, там вот есть музыка драматическая, и если ты включаешь погромче, задняя партия в драматических моментах, это вот эта музыка, один в один прям. Я такой, стоп, что? Я делаю громче, и реально она. Делаешь тише, и ее не слышно, потому что это фоновая партия, которая не играет на основную мелодию, но она там есть. И с нее начинается аккомпанемент. Она по нарастающей выходит в основную музыку. Ты такой, серьезно? Вы серьезно? Ну ладно, прикольно, прикольно. Можете послушать. Я, может быть, даже постараюсь вам в личке скинуть, потом найду. Сурово. Вот. Это тебе, давайте, подавить итоги. Артем, после всего обсуждения, как тебе сериал? Сериал после первого просмотра имел еще хоть какие-то шансы на, ну, знаете, такое, ну, типа проходничок посмотрел, как бы, и бог с ним. Но после второго просмотра я понимаю, что лучше бы я вообще его не смотрел. Вот, честно, это просто потеря времени. Мусор. Вот, честно, мусор. Есть дохера классных, крутых сериалов. Есть полно произведений тех же самых адаптаций игр, которые действительно хороши, которые интересно смотреть, и получаешь удовольствие. Я сейчас уточню, что Артем говорит про японские гача игры. на нормальных игр адаптации нет. Ну, или есть там парочка, но Артем сейчас про японские. Да, я про японский рынок сейчас говорю, да. Вот, и, блин, вот серьезно, как даже несмотря на то, что мы сейчас проговорили, два с половиной часа по поводу вот этого произведения, я по-прежнему не понимаю, для кого это произведение было создано. Подростки 16 лет и немного для этих, для фанатов. Ну, просто если начинаешь задавать вопросы к этому сериалу, он не выдерживает, в принципе, критики как таковой. Окей. То есть он сыпется. Окей. Он просто сыпется. Твоя оценка по 10 балке. Трайбаш. Трайбаш, хорошо. Сергей, ты что скажешь после всего обсуждения? Четыре разочарованных фаната из десяти. Четыре разочарованных. Я надеялся, что в Доте будет намного больше Доты. Да, вот это есть. Это есть, согласен. В итоге я все больше разочаровываюсь в аниме от Нетфликса. И, видимо, сегодня придется лечиться первой серией моей гироской академии пятого сезона. Она сегодня выходит? Она уже вышла. Она уже вышла? Да, ее уже можно посмотреть. Хорошо. Так, ну и теперь мое мнение. Мое мнение такое. Мув с Инвокером и вот этой шахматной партией, он очень крутой. Ну то есть нам показали довольно прикольного теневого антагониста. И сама идея этому Мува, давайте вот я себя поправлю. Идея Мува крутая. Идея сделать аниме по Доте крутая. Но исполнение Нетфликсовское, вот это вот прям чистое Нетфликсовское, оно ужасное. Все вместе, я бы сказал, 6-5 из 10, ну вот максимум, который заслуживает этот сериал. Он заслуживает не из-за своих идей внутри, а из-за того, что драматически есть косяки большие. Лорна, есть косяки нераскрытые. То есть того, что нельзя под... То есть сценарно, сценарист, который писал это, это там, не знаю, команда сценаристов, они не постарались многое сделать. Я не знаю, не постарались ли они из-за бюджета, из-за незнания, из-за неопытности, понятия не имею. Но вот так это сработало. И если бы все то же самое, что они делали, то есть вот мы обсуждали, что есть сцены, есть серии, которые выполняют свою функцию, но плохо, или же выполняют, но в довольно странных декорациях, или же выполняют, но с довольно непонятными действиями. И по сути-то они выполняют, но это так некачественно сделано, что все рушится. Мог быть очень хороший сериал, потому что вот оставь все эти задумки, все, что было, да, вот все шаги, что они сделали, кроме открывашки, открывающей сцены, и кроме последних сцен, и того, как они закончили сезон, оставь все это, оставь этот же сюжет, поменяй декорации, поменяй некоторые действия, поменяй героев некоторых, добавив им, не знаю, харизмы, и было бы вообще круто, была бы очень хорошая анимка. А получилось, что получилось. Поэтому мой главный совет всем сценаристам и всем, кто делает мультики, пожалуйста, старайтесь, я вас умоляю. Ну, это же не трудно стараться. Это трудно, но не трудно. Как-то так. Дорогие слушатели, если вы действительно хотите посмотреть качественную адаптацию игры без сюжета как такового, где это такая же сессионка в похожей тематике, посмотрите Ярость Бахамута. Там 24 серии, но там создатели справляются со своей задачей не в пример лучше, что создатели Доты. Ну, вот действительно, просто у меня невольно накладываются аналогии с этими двумя сериалами. И Ярость Бахамута гораздо качественнее выполнена, хотя это сделано, я не помню, сериал, по-моему, 16-го года был. Ну, короче, в этот. Относительно старый. То есть и там это было гораздо лучше реализовано и выполнено. Там меньше гораздо придирок и вопросов к нему было. Да и есть сейчас на самом деле. Вот. И если смотреть аниме от Нетфликса, то, пожалуй, последнее. До Доты я смотрел Небесное вторжение. Вот честно. Сериал, который мне реально понравился, который сделали Нетфликс. Ну, когда у них есть подоснова, есть какие-то материалы, они могут в это. Но когда нет ничего, начинаются сброты, шатания и получаются очень странные результаты. Я думаю, в следующий раз раз уж мы начали говорить о Нетфликсе, то предлагаю вообще в целом рассмотреть про их производство и про то, как они выпускают эти сериалы. Окей, давай это обсудим отдельно, какая будет тема. Да. Я, в принципе, не против, только за. Ладно, ребят, всем пока. С вами был Animation School. Заходите на наш сайт, смотрите на курсы. У нас много всего классного. Не только от нас. То есть, если не нравится, что мы тут обсуждаем и о чем говорим, гляньте все равно других преподов. Ребята, я все очень толково. У нас есть ребята, которые работают в Sony, есть ребята, которые работают в Disney, в Pixar. Много-много где. А мы, что, пацаны, в дотку? Или, что, пацаны, аниме? Идите, страдайте. Ну, хотя, если у нас Майкерская академия, то получается аниме. Садненько. Всем спасибо. Всем пока-пока. Садненько. Садненько.